Исидор и Ида Страус Все это в фильме «Титаник. История из глубин». Останки «Титаника» были найдены в Атлантическом океане на глубине 3800 метров. С тех пор на поверхность было поднято более 5500 предметов и личных вещей, принадлежавших пассажирам и членам команды. Эти предметы могут рассказать правдивые истории любви, выживания, судьбы и тайн. Все это в фильме «Титаник. История из глубин». Это был самый большой и роскошный океанский лайнер своего времени. Спущенный на воду в 1912 году, он был построен у «Уайт Стар Лайн». Не только для скорости, но и для шика. В любом из трех классов «Титаника» могли предложить больше, чем на других судах. Пассажиров третьего класса, большинство из которых были эмигрантами, направлявшимися в Америку, кормили и размещали лучше, чем когда-либо в их жизни. С другой стороны, такая роскошь, которая была в первом классе, была недостижима для кораблей той эпохи. Что было общего у пассажиров этих классов? Любовь. Любовь к близким, к семье. Любовь, которая длится и по сей день. После столкновения «Титаника» с айсбергом, судно по приказу первыми покидали женщины и дети. В первом классе было 144 женщины. У них было больше шансов выжить, их каюты находились ближе к шлюпкам, и их статус гарантировал повышенное внимание со стороны экипажа. И все же четверо пассажирок первого класса погибли в ту ночь. Среди них была Ида Страус. Ида Страус была женой известного американского бизнесмена Исидора Страуса. Ей наверняка было предложено место в шлюпке. Почему же она погибла? Чтобы выяснить это, надо сначала понять, как она жила, узнать историю Иды и Исидора Страус. Нью-Йорк, США Они родились в Германии и прибыли сюда детьми. Их встречу, можно сказать, устроили те, кто считал, что они подходящая пара. И почти с самого начала они почувствовали, что созданы друг для друга. Исидора Иды были, я бы сказал, не обычной парой. Их отношения были историей преданности. Всегда. У нас три коробки их писем. Каждый раз, когда они расставались, они ежедневно писали друг другу письма. Ясно, что их преданность, взаимная любовь и отношения были неординарными. Особенно для того времени. Это была викторианская эпоха. Люди не писали о сексуальности, о половых отношениях. И все же в одном письме Ида описывает Исидору, как она ждет конца их разлуки и того времени, когда они смогут предаться любовной страсти. Наконец-то предаться интиму. Это очень необычно для того периода. Я опять опоздала отправить письмо. Мы все утро проболтали, и я необычно для себя отложила самую радостную работу напоследок. Я так рада, что наши воображаемые любовные игры вскоре закончатся, и нам, для того, чтобы сблизиться, больше не понадобится почтовая бумага. Исидор был коммерсантом на пару с братом Натаном. Владевшим магазином Мэйсис. Все называли его мистер Исидор, а он знал всех своих сотрудников по именам. Они очень любили его и были благодарны за такую прекрасную работу. Условия труда были прекрасными. В Мэйсис была создана первая касса взаимопомощи. В магазине были свои врач и медсестра, ухаживавшие за работниками. Исидор дружил со многими президентами США, консультировал их. У него было много дел. В 1911 году многие из их родственников все еще жили в Германии, и они решили провести зиму за границей. В начале апреля они почувствовали, что пора собираться домой. Но в это время бастовали угольщики. Из-за забастовки угольщиков Уайт Старлайн перевел свои запасы угля и пассажиров с других судов на «Титаник», чтобы он вышел в свое первое плавание, намеченное на 10 апреля 1912 года. Они оказались на «Титанике», потому что он был единственным судном, выходящим в это время. Когда они оказались на борту, Ида написала благодарственное письмо. «Оно хранится у нас». Написанное на бланке «Титаника», оно стало последним письмом Иды. В нем она описывает корабль. «Что за корабль?» – пишет она. «Это даже не каюта, а прекрасные комнаты. Нам дали номер люкс, и он превосходен». Это письмо было отправлено из Шербура, где с «Титаника» забрали почту, он пополнил запасы и взял на борт пассажиров. Так сохранилось это письмо с прекрасным описанием обстановки на борту. На «Титанике» было три класса кают. Самые богатые путешествовали первым классом, те, кто поскромнее – вторым. Третий класс был для эмигрантов. Владельцы «Уайт Стар Лайн» понимали, что погоня за скоростью – это тупик. Козырем «Уайт Стар Лайн» стала роскошь. «Олимпик», «Титаник» и «Британик» Строились как просторные, элегантные суда с новейшими, нигде больше не встречавшимися удобствами. Пассажиры первого класса путешествовали с размахом, в сопровождении слуг и всего гардероба. Одежда должна была подчеркивать элегантность такого способа путешествий. Некоторые предметы, которые поднялись «Титаника» и законсервировали, раскрывают интересные детали о том, как одевались люди на борту «Титаника». У нас тут складной мужской цилиндр. Вот подставка, удерживающая его в таком положении. Именно так мы экспонируем его на выставках и перевозим. Когда мы убрали из ткани всю соль, нужно было убедиться, что в ней не осталось других веществ. Например, в месте крушения очень много бактерий, разъедающих сталь, которые постепенно разрушают «Титаник». Когда смотришь на законсервированные изделия из ткани, понимаешь, что вокруг них был ржавеющий металл. Цилиндр сделан из высококачественного шелка. Сверху он обесцветился, значит, он был в контакте с ржавчиной «Титаника», частицы которой разрушили ткань. Подставка нужна еще и для того, чтобы на ослабшие нити не оказывалось давление. На это нужно обратить внимание и убедиться, что бактерии убраны. Это подкладка цилиндра. Тут этикетка шляпного магазина. На ней надпись «Герберт Джонсон, Нью Бонд Стрит, 38, Лондон». Это дорогой магазин в Лондоне, куда, наверное, заходили богатые пассажиры первого класса. Но кому из них именно принадлежал этот цилиндр, мы не знаем. Пассажиры первого класса жили в роскоши, к которой они привыкли. Даже несмотря на то, что у них было все самое лучшее, что только можно пожелать. Сделать их четырех-пятидневное пребывание на борту океанского лайнера приятным было сложной задачей. Стоит упомянуть и пассажиров третьего класса. Для них это, конечно, не было круизом, но все же довольно близко к тому. Не нужно просыпаться в четыре утра, чтобы подоить коров. Это был другой мир. Ирландия. История «Титаника» — это в какой-то степени и история волны эмиграции, которая прокатилась в начале 20 века по всему миру, когда аграрную экономику потеснила промышленная. Большая часть внимания приходилась на долю пассажиров первого и второго классов, но одной из задач «Титаника» была доставка эмигрантов, мечтавших о лучшей доле в Америке. Особенно это касалось ирландцев, которые массово покидали свою страну. Эта безделушка с узорами и стрелесников была поднята с места гибели. Вероятно, это ирландский сувенир. Память о том, кто остался там, а может, какая-то девушка взяла его с собой, как напоминание о родине — Ирландии. Алекс Клинкхофер отправился с этой вещью в Ирландию, в маленькую деревню Адергул, где вот уже более ста лет после гибели «Титаника» каждый 15 апреля — День памяти. Начало 20 века было худшим периодом нашей жизни. Был сильнейший голод. Треть населения вымерла. После этого не оставалось ничего другого, кроме как уехать. Обычно старшая дочь отправлялась в Америку первой и посылала понемногу деньги. Так собиралась сумма на билет другой дочери. Вот так из Ирландии в Америку перебралось множество девушек. Семья их больше никогда не видела. Они уезжали оттуда навсегда. Это было путешествие в один конец. Большинство из этих 14 человек впервые покидали свою деревню, впервые оказались в огромной толпе народа, впервые на борту судна. Можно представить, как они радовались, что увидят новый мир, как строили смелые планы. Но переживут ли они гибель Титаника всего через три дня? Атланта, США В этом секретном хранилище в Атланте содержатся предметы, поднятые с места гибели Титаника. У каждого из них своя история. Эта коллекция постоянно пополняется все новыми предметами, поднятыми в экспедициях компании EMG, которые принадлежит право работ на судне. По некоторым из них можно судить о разнице между тремя классами Титаника. Это тарелки, поднятые со дня океана. На них разносили еду пассажирам Титаника. Это тарелка из первого класса. Такие подавали в обеденном салоне. Мы думаем, что эту использовали при обслуживании кают. Видите, она покрыта золотым и кобальтово-синим узором. В центре монограмма океанской пароходной компании. White Star Line была ее дочерним филиалом. Краска выдержала пребывание в соленой воде. У остальной посуды узор поблек и теперь едва заметен. Интересно, что ни один предмет посуды, поставленный на Титаник, не имел надписи с именем судна. Так что, если видите надпись «Титаник», это подделка. Это тарелка с синим голландским узором из второго класса. Этот орнамент используется и сегодня. Декаль, на которой был флаг White Star Line, стерлась, потому что это не краска. Ее нанесли позже. А это суповая тарелка из третьего класса. Она простая. В меню третьего класса было много супов. На ней есть пятна, появившиеся от контакта с железными предметами. Предметы, найденные на обломках Титаника, часто напоминают пятна ржавчины. Например, здесь мы видим пятно ржавчины. Можно попытаться стереть его, но это бесполезно. Оно въелось и в фаянс тарелки. Но есть другие способы сделать его менее заметным. Что мы тут и проделали. Термин «приход» употребляется, когда говорят о нескольких деревнях по соседству, у которых общая церковь и один священник. 14 пассажиров были из одного прихода Адергул в Западной Ирландии и были либо родственниками, либо давними знакомыми. Этот ваяж изменит жизнь каждого из них навсегда. Эти 14 человек решили эмигрировать в Америку, на землю обетованную. Они выбрали Америку, а не Англию. В Англии их ждал тяжкий труд на заводе. В Америке был выбор. Моему дяде Пэту был 21 год. Он был пятым ребенком в семье из семи человек. Работы тут не было. У них была лишь маленькая ферма, поэтому они решили уехать в Америку. Цена билета даже в третий класс была огромной для семьи со скромным достатком. Им много месяцев нужно было копить деньги. Рассказывают, что когда мой дядя Пэт прощался с семьей, мать дала ему золотой суверен. Он выпал из его руки на пол, и тогда многие посчитали, что это к несчастью. Увы, именно оно с ним и случилось. Атланта, США Процесс консервации вещей из Титаника довольно передовой. Судно считается глубоководным местом раскопок. Из таких редко удается поднять вещи. Когда вещь достают, ее немедленно фотографируют. Измеряют прямо на борту судна и присваивают ей личный номер. Затем кладут ее в мешок с водой из этого места, и так перевозят в лабораторию на суше. Я думаю, что каждая вещь, поднятая из Титаника, может рассказать свою историю. Например, о том, как она была произведена, или то, как ею пользовались. Я обожаю Ирландию. Эта прекрасная страна, и эмиграция ирландцев в Америку сильно повлияла на историю США. Думаю, что это небольшой ирландский сувенир с трелизником. Маленькая безделушка, которую обычно ставят на комод. Ее можно поставить и на подоконник. Это напоминание об Ирландии, о родном доме. Для кого-то это действительно ценность. Эти 14 человек собрались и решили, что путешествие вместе – хорошая мысль. Можно сказать, им не хватало жизненного опыта. Поездка в Америку была для них суровым испытанием. Трагично, что они попали на Титаник, а не на Селтик, отходящий на следующий день. И не на другое судно, ушедшее накануне. Злой Рок привел их именно на Титаник. Если вам хватило денег на билет первого класса, шансов спастись у вас было гораздо больше, чем из третьего. Мой дядя Пэт был в третьем классе. И, конечно, когда Титаник тонул, пассажиры оттуда не могли попасть на верхние палубы. Есть разные свидетельства, описывающие, как это было. Одни пассажиры третьего класса рассказывали, что им помогали. Другие, наоборот, что им не помогали. Я не знаю, где правда и как тут ее отыскать. Но люди пострадали. Это правда. Нужно помнить, что когда Титаник стал тонуть, среди этих несчастных началась паника, никто не представлял, что делать. Эти люди никогда в жизни не попадали в давку. На Титанике был вариант для эвакуации. Я не назвал бы его планом. Он не был полностью продуман, регламентирован. По нему не проводились тренировки, как это делается сейчас. Они нашли лестницу, ведущую на верхнюю палубу. И наши 14 человек вместе с другими были подняты наверх. К шлюпкам. Кому-то повезло. Но не то, чтобы повезло. Они попали на следующую палубу, где члены команды распределяли всех по шлюпкам. Когда стало ясно, что корабль тонет, началась паника. Хаос и давка напугали наших 14 земляков, когда они начали пробиваться к шлюпкам. Когда они добрались до последней шлюпки, номер 16, в нее села Энни Кейт Келли. По-своему, замечательно, что для нее нашлось место. Ведь все мелкие детали и небольшие истории о том, что творилось на борту, мы знаем от Энни Кейт. Последнее, что она увидела, это Пета, машущего ей рукой, в которой были четки. Эта картина и видна на витраже. Это была ужасная сцена. Это видение преследовал Энни Кейт Келли всю жизнь и навсегда изменило ее. В 1994 году со дна у места гибели был поднят кожаный саквояж. Эксперты по консервации аккуратно обработали вещи из этого саквояжа. Им открылась история пары, путешествующей вокруг света. Судя по этим документам, подлинные отношения этой пары могли существенно отличаться от тех, которые они демонстрировали всем на борту. Джордж Розенштайн и Гертруда Мэйбл Торн были любопытной парой. Они были парой, хотя и не были женаты. Мы так думаем, потому что они путешествовали под фамилией Мэйбл, как супруги Торн. Этот документ из агентства Томас Кук и сын, турфирма, которой пользовались Джордж Розенталь и Мэйбл Торн. Он выписан в Йокогаме, где они делали бронирование последней части своего тура вокруг света. Удивительно, что бумаги сохранились. Это приятный сюрприз. Во-первых, это бумага из тряпья, то есть высокого качества, что стало плюсом. Во-вторых, письмо было в кожаном саквояже. Кожаные чемоданы сохраняют бумагу от воздействия бактерий и микробов со дна моря. На такой глубине очень темно и холодно, что также помогает сохранить органику. Мы нашли письмо от его брата на бланке фирмы «Братья Розенштайн». Это дело начал их отец, а три брата его продолжили. Очень обычные фразы. «Мы получили твои письма и посылаем тебе ответ. Рады, что вы так хорошо проводите время». Благодаря подъему и консервации этих документов мы знаем о потрясающем путешествии этой таинственной пары. Он был успешным бизнесменом, а она любила путешествовать. Они наслаждались фантастическим круизом по свету, побывали в Индии и Японии, и, я думаю, получили от этого удовольствие. Предполагаю, что их считали очень любящей парой. Но есть вопрос. Если они были влюблены, то почему бросили вызов эдвардианскому обществу того времени? Почему не были женаты? Интересный вопрос, ведь, насколько мы знаем, для этого уже не было препятствий. К тому моменту, когда они сели на «Титаник», она уже развелась. Хотя, возможно, это и стало препятствием. Но, возможно, что межконфессиональный брак не одобряла ее мать, ведь он был иудеем по вероисповеданию. Джордж и Мейбл были не единственной внебрачной парой на борту «Титаника». В списке пассажиров «Титаника» есть как пары, путешествовавшие в одной каюте, то есть как муж и жена, так и мужчины, резервировавшие для своих любовниц отдельные каюты. Мы видим здесь типичный срез общества людей, плывших через Атлантику. Такое происходило во всех трех классах. Это была уловка, но ей было несложно прикрыться, если только они не рассказывали всем подряд на борту, что не супруги. Они путешествовали как мистер и миссис Торн. Примерно в 23.40 14 апреля 1912 года «Титаник» столкнулся с айсбергом в нескольких сотнях морских миль от Ньюфанленда. Как большинство женщин, путешествовавших первым классом, Мэйбл выжила, но ее друг Джордж погиб, как и многие мужчины из первого класса. Телеграмма, которую Мэйбл послала брату Джорджа, заставляет думать, что она была знакома с его семьей, по крайней мере, с его братом. Молюсь о том, чтобы Джорджа и не только подобрала другая шлюпка. Я на Карпатии, Мэйбл Торн. Думаю, другая телеграмма была адресована ее сестре, которой она не рассказывала о Джордже, что заставляет думать, что ее семья не знала об их отношениях. Я жива. Я на борту Карпатии. Гертруда. Мэйбл выжила. Но что стало с другими пассажирками первого класса? Все ли они выжили? Из 144 пассажирок первого класса погибло только четверо. Одной из них была Ида Страус. Думаю, ее история одна из самых трогающих за душу из всех трагедий на Титанике. Она уже почти спаслась в шлюпке. Среди хаоса, криков и паники Ида Страус села в шлюпку. Но она все же погибла. Что же случилось с любимой женой Исидора Страуса в последние минуты перед гибелью Титаника? Многие истории о трагических событиях, развернувшихся после того, как Титаник столкнулся с айсбергом, передаются из поколения в поколение. Показания выживших меняются и часто противоречат друг другу. Но одна история остается неизменной о трагических последствиях минутах жизни Иды и Исидора Страус. На приказ покинуть судно все отреагировали по-разному. Это зависело от того, где находились люди. Удар даже не поднял из кресел пассажиров первого класса. Многие его просто не почувствовали. Некоторые из них не горели желанием покинуть судно. Тут было тепло, свет даже не погас. Было чувство, что офицеры просто перестраховываются, просто слишком рьяно исполняют свои обязанности. Тогда как в третьем классе, находившемся ближе к месту удара, ощущения были другие. Судно буквально встряхнуло. Многие пассажиры третьего класса, особенно на носу корабля, почувствовали, что что-то не так и бросились на верхние палубы. Пропускать вперед женщин и детей было старой традицией. Джентльмены должны себя вести так, как им подобает. Неудивительно, что почти все пассажирки первого класса выжили. Шлюпки были вблизи их кают. Они знали, как пройти к ним. И почти все остались в живых. Погибло только четверо. Самая известная из них Ида Страус. Пока «Титаник» тонул, в небо пускали ракеты, слали сигналы бедствия. Ближе всех оказалось судно Карпатия, шедшее обратно в Европу. На его борту был постоянный клиент Мэйсис, Джон Беднох. Дорогой мистер Перси, по вашей просьбе излагаю известные мне факты. Он написал очень пространное письмо с описанием событий одному из сыновей Страусов, Перси. Понимая, насколько важно для вас получить подробнейшую информацию о последних минутах жизни ваших матери и отца, я расспросил выживших. Благодаря ему мы можем точно восстановить картину того, что произошло на борту Титаника в последние минуты. через историю гибели Страусов. Ида спустилась в одну из шлепок, ожидая, что муж присоединится к ней. Она обернулась и увидела, что он не спускается вслед и попросила «Пожалуйста, Исидор». Он ответил «Нет, сначала женщины и дети». Она сказала, «Если тебя не будет в шлюпке, в ней не будет и меня. Мы прожили прекрасную жизнь вместе. И, как сказано в книге Руфи, «Куда ты, туда и я. И если суждено, то и умрем мы вместе». Вашу мать умоляли остаться в шлюпке и ваш отец, и вахтенный офицер. Она отказалась и настояла на том, чтобы ее место в шлюпке номер 8 заняла ее горничная. Она увидела горничную и сказала ей, «Эллен, ты должна сесть в шлюпку, но тебе будет холодно в этих ледяных водах. Эта шуба мне больше не понадобится. Возьми ее, чтобы не замерзнуть в шлюпке до тех пор, пока не придет помощь». Она прожила прекрасную жизнь с Исидором, которого любила так же, как он любил ее. Они прожили жизнь вместе и ушли из нее вместе в любви, обнимая друг друга. Ваши отец и мать затем отошли к другому борту. И когда я увидел их в последний раз, они стояли, взявшись за руки, спокойно ожидая, что, может, придет помощь. В такой смерти есть не только великодушие, но, как я считаю, есть и красота. В ту ночь погибли многие. Очень печально, что к ним присоединилась и душа миссис Страус. Эллен Бёрд выжила. Прибыв в Нью-Йорк, она принесла ту шубу старшей дочери Страусов, моей бабушке Саре Страусхес. Я помню, как спросил у нее, «А что ты сказала, Эллен?» Она ответила, «Моя мать подарила шубу тебе. Она твоя. Я хочу, чтобы она осталась у тебя, как память о ней». Эдергул, Ирландия. Целую неделю мы не получали никаких новостей. Эдни Макгован была моей родственницей, двоюродной сестрой моей матери. Она оказалась в шлюпке и выжила. Из 14 покинувших Эдергул, 11 погибли и только трое выжили. Эту трагедию надолго запомнила вся община. Это был ужасный удар. Мой дядя после этого не хотел ничего слышать о Титанике. Стоило лишь упомянуть о нем, он сразу грустнел, и в глазах стояли слезы. Он не хотел о нем слышать. И не он один. Моя бабушка была матерью Пэта. Она слегла. Депрессия была такой, что она неделю не вставала с постели. Из трех спасшихся Ирландию навестила только Энни Кейт Келли. После катастрофы она уехала к сестре и кузенам в Чикаго, стала монахиней и посвятила жизнь служению. В честь этой трагической истории в приходе Эдергол в год столетия гибели Титаника был разбит этот мемориальный парк. Это наша общая боль, и поэтому мы создали общество Титаника в Эдерголе. Вся наша община помнит наших 14 земляков. Все в этом мемориальном парке возведено из камней, из которых были построены дома этих людей. Нью-Йорк, США. Когда погибли мои прабабушка и прадедушка, в городе была отслужена служба по ним. пришло столько людей, что их нельзя было разместить. Нельзя было разместить всех желающих. Почтить их память пришли тысячи людей. Для меня самым трогательным моментом было узнать о том, как среагировало все нью-йоркское общество на их гибель. Все те, кому они жертвовали деньги, все работники Мэйсис написали письма семье с соболезнованиями о потере такой замечательной пары. На стене Мэйсис его работниками была открыта эта мемориальная доска. Это сделали не члены совета директоров, не акционеры. Это сделали простые работники. Через свою ассоциацию они буквально собирали медики на доску в память Исидора Ииды, которые поместили у главного входа на 34-й улице. Доктору Полу Нолану, когда он сидел в пабе, пришла мысль каждый год звонить в колокол в честь погибших на Титанике односельчан. Я взял лестницу, веревку, вышел на улицу и когда привязывал колокол, упал, выругался, дернул пару раз за веревку и он зазвонил. Я зашел в два паба и пригласил всех выйти и ударить в колокол. Мы устроим такой звон, что его услышат на другом берегу озера и в горах. Ударим в колокол. Это наш день. Эдергул, Ирландия Всемирно признанный эксперт по Титанику Алекс Клингерхофер отправилась в Ирландию, чтобы показать предметы, найденные на месте гибели Титаника родственникам тех 14-ти из Эдергула. Спасибо за то, что пришли. Мне приятно находиться здесь, и у меня есть с собой один предмет, доказывающий распространение ирландской культуры по всему миру. Это маленькое керамическое изделие. На нем виден трелисник. Поэтому я думаю, что тут можно говорить об ирландской культуре, так изменивший мир. Я знаю, что к нам в США ирландцы начали стягиваться в середине 19-го века, и они сильно повлияли на нашу культуру. Поэтому они так важны для нас. Я думала о том, что могло бы поведать нам о тех 14-ти ваших земляках. Как они жили, чем занимались каждый день. У них был чай. Чем они занимались на Титанике? У них был чай. Вот чайные чашки из 3-го класса. Это просто чашка, но она напоминает нам об истории 14-ти жителей Эдергола. Возможно, кто-то из них держал ее в руках. Может быть, кто-то из них пил из нее. Вы храните их истории, а значит, и наследие Титаника. И это очень важно. Я рада, что вы все пришли, потому что узнать от вас о тех 14-ти пассажирах Титаника очень ценно. Это не просто имена на мемориальной стене. За каждым именем стоит целая жизнь. Мемориальная церемония в Эдерголе. Нигде в мире так не оплакивали гибель Титаника, как в этом приходе, приходе Эдергол. в Эдерголе. Поэтому мы всей общиной ежегодно вспоминаем ее. Это было ужасное несчастье, в котором каждая семья потеряла родственника. В их дома пришло горе. Но много лет спустя мы собрались вместе и основали общество. «Теперь у всей общины есть возможность выразить скорбь». Подобные мемориалы играют важную роль для сохранения памяти о тех, кто погиб на Титанике. Подходило все больше лодок с телами, подобранными в море. Было найдено тело моего деда Исидора, но тело Иды так и не нашли. На жилете Исидора нашли медальон. Его подарили моей матери, которая в свое время передала его мне. Это маленький золотой медальон с ониксом и гравированными инициалами ИС Исидор Страус. Внутри его две фотографии. Одна их старшего сына Джесса и другая их старшей дочери Сары, моей бабушки. Эту реликвию я обещаю передать по наследству своим потомкам. Иногда меня спрашивают, будь я на месте Исидора, решился бы я на такой поступок. Я отвечаю, что не знаю, но мне хотелось бы думать, что я бы смог. Исидор Страус. Исидор Страус. Девушки Часов ночи группа людей соберется вместе. Вокруг церкви пройдет процессия со свечами. Будет произнесена речь, прочитаны молитвы в память о тех, кто так трагически погиб. Судно тонуло с 2.20 до безчетверти трех ночи. И тогда родственники тех 11, кто погиб, подойдут к колоколу. Первым я приглашаю Фрэнка Гиббонса, который ударит в колокол за Джона Бёрка. Я приглашаю Томми Каннавана. Он ударит в колокол за Пэта Каннавана. Так происходит каждый год уже довольно давно. И я надеюсь, община продолжит эту традицию и будет еще долгие годы поминать этих людей. Гибель Титаника уже далекая история. Но для некоторых она так же важна, как и любовь. Любовь и потеря любимых не имеют сроков давности. Эти предметы напоминают нам и лишний раз доказывают, что даже перед лицом страшной трагедии в конце концов остается лишь любовь. Документы, найденные в кожаном саквояже, которые достали с Титаника, указывают на то, что саквояж принадлежал Говарду Ирвину, хотя человека с таким именем не было в списке пассажиров. Затем находят учебники, принадлежавшие Эдгару Сэмюэлю Эндрю и его письмо-другу с такими словами «Сейчас я хочу, чтобы Титаник лежал на дне морском». Все это в фильме «Титаник» «Истории из глубины». Останки Титаника были найдены в Атлантическом океане на глубине 3800 метров. С тех пор на поверхность было поднято более 5500 предметов и личных вещей, принадлежавших пассажирам и членам команды. Эти предметы могут рассказать правдивые истории любви, выживания, судьбы и тайн. Все это в фильме «Титаник». Истории из глубины. Я думаю, что «Титаник» особое и уникальное явление в истории, которое затронуло весь мир. О гибнущем судне сразу стало известно всем жителям Земли. Беспроводной телеграф Маркони был новинкой. Корабли теперь могли общаться с берегом. Это позволило быстро распространиться новости о гибели «Титаника». Это ужасная, но в то же время героическая история. О ней помнит каждый. Почему именно «Титаник»? Думаю, тут несколько факторов. Во-первых, корабль считался практически непотопляемым. Неважно, с чем бы ему пришлось столкнуться во время своего первого рейса. было ощущение, что к известному айсбергу он шел даже с какой-то бравадой. Его предупреждали об опасности, но это было проигнорировано, и с ним случилась катастрофа. Думаю, что нам легко представить себя в таких обстоятельствах, и мы можем спросить себя, как бы мы поступили? Время идет, кто-то выживет, большинство погибнет. Как бы вы повели себя в такой ситуации? В 1993 году в обломках «Титаника» был найден саквояж со множеством вещей. Там были письма, открытки, дневник, инструменты, ноты и музыкальные инструменты. Документы, удивительно хорошо сохранившиеся внутри кожаного саквояжа, точно указывают нам на его владельца, молодого человека по имени Говард Ирвин. С этим саквояжем нам повезло. Мы нашли имя и знаем, кому он принадлежал, так что все эти предметы можно рассматривать в контексте катастрофы. Когда мы нашли саквояж, мы обрадовались, потому что большинство кожаных изделий содержат много тонина, который позволяет сохранить лежащие внутри них книги, бумаги, письма, открытки. Как только мы открыли саквояж, то сразу стали доставать и сортировать его содержимое. бумагу сюда, одежду туда, металл и керамику в сторону. Затем мы занесли все вещи в каталог и оставили каждую из них в законсервированном виде. Тут главное удержаться от соблазна раскрыть книгу или тетрадь сразу. все пошло в консервацию в неприкосновенном виде. Все эти любопытные предметы были тщательно законсервированы и опознаны экспертами по Титанику с мировой известностью, а затем отправлены в тайное хранилище, сюда, в Атланту. Это саквояж Говарда Ирвина. В нем множество мелких предметов, которые могли бы показаться неважными, неподнимимы их со дна океана. Благодаря консервации этих предметов исследователи Титаника смогли ясно понять, кем был Говард Ирвин. На дне океана был найден саквояж. При поднятии кожа и картон саквояжа разрушились, и нам достались лишь вещи, которые были внутри. Говард Ирвин путешествовал по миру уже несколько лет со своим другом Генри Сьютхолом. Они побывали в Америке, Австралии, на Бороборо, в Африке, затем вернулись в Англию. В саквояжи было два музыкальных инструмента, много партитур, популярных и классических мелодий, а также открытки, письма и кожаные ремни, потому что друзья были кожевниками. Когда мы нашли эти инструменты, на дне они были для нас лишь инструментами, но потом мы узнали, что он делал обивку карет и фургонов, и мы поняли, что эти инструменты для обработки кожи. Все эти вещи дают полное впечатление о хозяине саквояжа. Я бы даже назвала Говарда Ирвина Бон-Виваном. Да, его личность затмевает его друга Генри, но, тем не менее, они были друзьями и работали вместе. В 1997 году по телевидению показали, как доставали некоторые предметы с Титаника. в том числе открытки саквояжа Ирвина. Они побудили одну женщину в начать поиски его семьи и его таинственной связи с Титаником. Мы сидели дома в воскресенье вечером, а по телевизору говорили о находках. На экране показали письмо, которое было подписано «Миссис Шаттл». Я чуть не упала в обморок, ведь это имя не часто встречается. Затем я заметила внизу письма приписку «Наилучшее пожелание от Роя». Рой – это имя деда моего бывшего мужа, а Пёрл, чье имя также есть в письме, его двоюродная бабушка. И вот я сижу и думаю, как это письмо очутилось на Титанике. И тут говорят, что надо связаться с «Титаник Инкорпорейтед», которая вела поисковые работы. Барб связалась с теми, кто отвечал за подъем предметов. Мы выяснили, что в 1910 году Говард ввел дневник, где описывал то, как они с Генри оставили Буффало, стали путешествовать по всему свету и, в конце концов, оказались на борту Титаника. Но перед их отъездом Пёрл встретилась с Говардом. Ему было 19, а Пёрл Шаттл — 17. Они влюбились. Через переписку они пытались поддерживать это чувство. Большая часть найденных писем была от Пёрл. Пёрл Шаттл играла в группе и путешествовала вместе с группой по Среднему Западу. В своих письмах Пёрл рассказывает, где она, пишет, как скучает и сердится, что Говард не пишет. Или посылает открытки с надписями, вроде «Ты знаешь, что должен писать мне?» Она очень переживает из-за него. Видно, что с её стороны это большой любовный интерес. Большая часть её писем — это клятва верности ему. И последнее письмо Пёрл на семи страницах заканчивается фразой «Если ты не веришь мне, то это конец. Хватит писать письма». Барб и её муж спросили членов семьи о Пёрл и узнали, что она умерла в 1927 году. Но нам неизвестно ни то, соединились ли когда-нибудь Пёрл и Говард, ни то, почему его не оказалось на «Титанике». Мы знаем, что он путешествовал со своим другом Генри Сьютхоллом. В списке пассажиров мы нашли имя Генри Сьютхола, но не имя Говарда. Что же произошло? В списке пассажиров «Титаника» имя Говарда Ирвина не значится. Графство Западный Мид, Ирландия. Одна молодая ирландка тоже была в тот момент влюблена. Берта Малвихилл оставила родину и эмигрировала в Америку за несколько лет до этого. В конце 1911 года она вернулась в Ирландию, чтобы сделать приятный сюрприз семье. Атлан, Ирландия. В семье было 11 детей, поначалу их было 12. Один из них умер маленьким. Мы стоим у дома семьи Бриджит, где она родилась и выросла. Дому Малвихиллов более 200 лет. Его перестроили под конюшню для семейной фермы. Вот этот дом. У него была соломенная крыша по всей длине. Тут было три комнаты. В одной жили все мальчики, в другой все девочки. Еще там жили родители и старушка. Даже не спрашивайте, как они тут спали. Это была дружная семья, даже по нынешним меркам. Мы знаем обо всех ее членах, кто кем стал. Вроде как смотрим на них. Они всегда держались друг за друга, были вместе. Несмотря на то, что у них была своя ферма, семья Малвихилл нуждалась особенно после великого голода в Ирландии. Во время голода еды в стране хватало, но вся она шла на экспорт. Лендлорды отправляли все в Англию, а ирландцев обрекли на голодную смерть. Многие из них эмигрировали в поисках лучшей жизни. Здесь им ничего не светило. только борьба за жизнь. Но в других странах у тебя был шанс, если ты будешь упорно работать. Поэтому многие ирландцы отправились в Америку. Нью-Йорк, США. Берта Малвихилл это целая история. Ей было 26, она проживала в США с 1906 года, как мне кажется. Она работала на Рофорд Кемикл Воркс, где и встретилась со своим будущим мужем Генри Нуном. Тогда ухаживали по-другому, и Генри купил ей несколько подарков к помолвке. Среди них были браслеты-крест. У нее также были часы с гравировкой, что было очень щедрым подарком и подчеркивало важность отношений. Теперь это кажется странным, но она любила устраивать сюрпризы. В 1911 году, после помолвки, она сбежала в Ирландию, купила билет на Лузитанию и пересекла Атлантику, никому не сказав, куда она собралась. Наняла эту тряскую повозку и въехала в город под приветственные крики. Ее встретили как важную персону, а такие сюрпризы были в ее стиле. Все это произошло сто лет назад, и многие детали затерялись во времени. Но думаю, что ее родители были ошеломлены ее внезапным переездом. В глубине души она понимала, что для нее это последний шанс увидеть отца и мать в Ирландию. Это было тяжело. Теперь мы понимаем и умом, и сердцем, как это тяжело. Большую часть погибших на Титанике составляют пассажиры третьего класса. Те, кто выжил, рассказывали, что пассажиров третьего класса не пускали на шлюпочные палубы. Но даже бы, если бы их туда пустили, мест в шлюпках хватило лишь на половину из тех, кто был на борту. Выжила ли пассажирка третьего класса Берта Малвихилл? Система классов существовала и в конце Эдворианской эпохи, в 1912 году. Между богатыми и бедными была пропасть. Это отражает цена на билеты для пассажиров Титаника. Разница между ними огромна. Билет первого класса стоил 870 фунтов. По сегодняшнему курсу это 85 тысяч фунтов. Это была цена двуспальной каюты с отдельной прогулочной палубой. Билет третьего класса стоил 7 фунтов. Это 681 фунт на наши деньги. Система классов определенно была на Титанике. В каютах первого класса была мебель в стиле Жакобен или Луи Которс. Во втором классе все было несколько проще, но там еще были развлечения. А в третьем классе все было по-спартански. Там торчали заклепки, обшивки. Вместо обоев были лишь беленые борта. Но все равно корабль был многоцелевым. Это был не только челнок для бизнесменов, регулярно пересекающих Северную Атлантику. Это был и транспорт для эмигрантов, для людей, отправляющихся на поиски новой жизни в Америку. Когда Берта Малвихилл поехала навестить свою семью в Ирландии, ее жених Генри Нун остался в Америке. Ее сестра Китти выходила замуж в Ирландии, хотя она испытывала трепет, оставляя жениха до свадьбы. Тоска по дому все же пересилила, и Берта отправилась в путь. Она пробыла там всю осень зиму. Мой дед очень скучал по ней и нервничал, почему она не едет. Ведь ее уже давно не было, она тоже скучала по нему. Однажды она шла по Атлану и увидела объявление, что Титаник отправляется в свой первый рейс и подумала, почему бы ей не поплыть на нем и устроить Генри сюрприз. Она села на борт в ирландском Квинстауне. Ее спальное место было просто койкой на ограниченном пространстве. Хоть пассажиры первого и второго классов не платили большие деньги за свои билеты, основной доход White Star Line имела с пассажиров третьего класса. На борту Титаника их хорошо кормили. Нужно отметить, что для пассажиров третьего класса было предусмотрено трехразовое питание. И многие из них просто не съедали столько. Большинство из них были фермерами. А тут три раза в день кормят очень сытной пищей, вроде жаркова, пудингов или еще чего-то в этом духе. Так компания создавала себе репутацию. Пассажиры посылали открытки со словами «Еда тут прекрасная» или «На этом корабле все замечательно». Этот поварской колпак достали с Титаника и законсервировали. Он принадлежал одному из молодых людей, готовивших каждый день пищу на Титанике. Этот колпак достали с чемодана. Там были еще мелкие вещи, но нельзя было понять, кому они принадлежат. После консервации мы поняли, что это колпак пекаря, и он принадлежал пекарю кухни для третьего класса Хайну. Вот тут он мелко написал свое имя чернилами. Видите? Пекарь каждый день выпекал хлеб, возможно, делал десерты, пудинги, в общем, ежедневную еду. Сам Хайн родился в Лондоне, но потом перебрался в Саутгемптон, записался в команду, наверное, это была его первая работа на судне. Увы, но для Уильяма Хайна работа на Титанике оказалась последней. Он и его двоюродный брат, тоже член команды, погибли. Их тела так и не нашли. Прочитав письма Перл Шаттл Говарду Ирвину, Барб Шаттл решил узнать больше о том, кем они были и что с ними стало. Она также хочет разгадать тайну саквояжа, отправившегося в путь без хозяина. Мы решили, что сделаем все, что можно, чтобы узнать, что случилось. Сначала мы отправились в Буффало, потому что Говард и его друг Генри отправились путь оттуда. Мы провели несколько часов в библиотеке Буффало, просматривая микрофильмы. Мы нашли заметку в Буффало Энквайр от 16 апреля 1912 года, что Говард вернулся домой за два месяца до трагедии. Это объясняло, почему его не было на Титанике. Но насколько можно было верить этому сообщению и что там было на самом деле и почему этот саквояж оказался на Титанике. Мы решили просмотреть городские записи. Может, там найдутся следы Говарда. Мы знали, что он вернулся в Буффало, но не знали, когда, почему и как. Мы все еще были озадачены. Барб увлеклась загадкой, решила посетить родной город Пёрлси в поисках зацепок. Мы поехали в Гамильтон, провинция Онтарио. Оттуда она писала ему письма. Их семейное кладбище находилось там же. Мы приехали на кладбище, но сразу не нашли могилы Пёрл. И вдруг я ее нашла. Там был очень маленький камень. Это была могила Пёрл. Вот так сюрприз. Мы думали, что она умерла в 1927 году, но на плите дата 1911 год. Теперь можно много размышлять о том, что случилось с Говардом и Генри. Мы подумали, если она умерла, может быть, он приехал домой, чтобы побыть с семьей. Но мы не были уверены, потому что не знали тогда, что случилось с Говардом. В ночь столкновения Берта Малви-Хилл была на палубе первого класса в нижних отсеках корабля. Она была в постели, спала и вдруг почувствовала удар, который едва не выкинул ее из койки. Тогда она поняла, что что-то случилось. Она приколола карманные часы к своему пальто. У нее был еще браслет, который ей подарил Генри в день помовки, и крест на цепочке. Тоже? Подарок Генри. Все кинулись к трапу, ее отбросили в сторону и не пустили наверх. Она упала и подумала, что сломала ребра. То, что она выбежала наверх, и кто-то запретил ей сесть в шлюпку, довольно спорно, и на то могли быть причины. Трапы могли вести к шлюпкам, а могли вести в тупик. То, что ее не пустили наверх, было вовсе не потому, что она из третьего класса. Видимо, из этой секции просто не было выхода наружу. Думаю, что пассажиры в этой части судна были в панике от того, что услышали звук столкновения и, возможно, видели, что вода поступает внутрь. Они поняли, что это не пустяк, что произошло нечто серьезное. Может, даже догадывались, что корабль потонет. Думаю, в этой части корабля чувства опасности и паники было больше, чем в других подсеках судна. 14 апреля 1912 года, примерно в 23.40, капитан Смит отдал приказ грузиться в шлюпки. В те времена первыми на это имели право женщины и дети. Женщины и дети по старой морской традиции шли в шлюпки первыми, но, к сожалению, статистика катастроф показывает, что выживали они крайне редко по различным причинам. Одежда женщин той эпохи сковывала движение. У них не было атлетических навыков. Дети на шлюпках были самыми уязвимыми, часто, когда корабль шел ко дну, команда сама решала брать их в шлюпки или же нет. К моменту крушения «Титаника» статистические шансы на выживание этих групп были очень низкими. Это было столпотворение. Люди толкались и рвались вперед. Там был один матрос, которому она понравилась с самого начала рейса. Она была красивой, он подходил и заговаривал с ней. И тут она увидела его, крикнула, «Помоги!» а матрос знал, где выход наверх. Он подхватил ее и им удалось прорваться на верхнюю палубу. Она рассказывала, как поднималась по болтам и скобам. Наверное, это был трап, служебный трап для команды, ведущий с палубы А на верхнюю палубу. Капитан был на мостике, офицеры были на своих постах, исполняя свои обязанности, поэтому, я думаю, что пассажиров третьего класса не бросили. Стюарды ждали команду на выход пассажиров третьего класса, но она не последовала. И множество из них было спасено исключительно благодаря инициативе стюардов. Когда она вышла на верхнюю палубу Титаника, там кругом был лед. В этот момент она поняла, что судно гибнет. Она сняла туфли и ступила на трап. Под ней была высота трехэтажного здания. Спустившись ниже, она прыгнула в воду. В апреле 2000 года в обломках Титаника был найден еще один саквояж. И снова множество документов и личных вещей в нем отлично сохранились. Специалисты по консервации и исследователи Титаника смогли установить личность владельца саквояжа и многое узнать о нем. Мы смогли установить, что эти вещи принадлежали конкретному пассажиру благодаря тому, что они хранились в кожаном саквояжи, который хорошо их сохранил. Часто люди писали свои имена на личных предметах, что помогает нам. Большинство этих книг принадлежали 17-летнему пассажиру Эдгару Сэмюэлю Эндрю. Там были учебники, письма его матери. Личность было легко установить. Эдгар Эндрю был сыном английской пары, жившей в Аргентине. Он родился в 1895 году. Вернулся в Англию, чтобы получить образование. Учился он в Борнамуте. Замечательно то, что у нас есть его записи, и то, что их можно прочесть. Это вообще подарок. Печатный текст сохранился. Это учебник английской грамматики. Чернила, видимо, были сделаны из дубового экстракта. Стало быть, они не смываемые. Они не выцветают, как современные. Много тут и записи карандашом. Частицы грифеля остались на бумаге. Мы тут видим сквозное прокрашивание. Вот прилипшие к обложке частицы конверта. Видимо, по окончании школы он просто бросил все вещи в саквояж и отправился развлекаться. Думаю, что вещи Эдгара Эндрю весьма любопытны и немного раскрывают нам его характер. Вот тетрадь, где он тренировался писать свое имя. Помню, я делала так же, когда была подростком. Выбирала, как мне его писать. С наклоном вперед или более изысканно. Мы нашли пару строгих туфель для театра. Сегодня они выглядят женственно, более как балетные туфельки с бантиками. Но их носили мужчины в тех случаях, когда не могли предстать в уличной обуви. Вот эта пара. Они были куплены в магазине в Борнимуте. Названия улиц там не изменились, и при желании можно найти этот адрес, что очень интересно. Он был одним из пассажиров, сначала взявших билет на «Океаник», рейс которого был отменен из-за забастовки угольщиков, затем поменявших свой билет на «Титаник». Это значит, что он должен был отплыть на неделю раньше. Он думал встретиться со своим старым другом Джози Коуном, но этой встрече не суждено было случиться. Он сел на корабль и отправил известное письмо. «Видишь ли, Джози, я должен был отплыть 17-го на «Океанике», но из-за забастовки корабль не вышел в море. Так что я отправляюсь на неделю раньше, на «Титанике». Жаль, что это случится на пару дней до твоего прибытия, но ничего не поделаешь, мне надо ехать. Представь себе, Джози, я отправляюсь на крупнейшем в мире пароходе, но гордости из-за этого не испытываю. Как бы мне хотелось, чтобы «Титаник» покоился на дне морском. Исследования этих вещей, принадлежавших конкретным людям, позволили мне понять, чем они жили, немного раскрыть их личности. Он был молод, но в 17 лет уже ощущал себя взрослым мужчиной. Вопреки первоначальному плану, он сел на «Титаник», скучал по Джози и погиб. Тело Эдгара Эндрю так и не было найдено, а если и было, то не было опознано. Барб Шаттл в поездке затеянной, чтобы разгадать тайну отношений Говарда Ирвина и Пёрл Шаттл встретились в Канаде с племянником Говарда. Он показал ей рукописные материалы Говарда. Из них она поняла, почему Говард говорил, что не был на «Титанике». Накануне вечером перед отплытием «Титаника», 9 апреля 1912 года, Говард решил пройти, чтобы освежиться. Гуляя по Саутгемптену, он встретил 10 студентов из Сент-Луиса. Они провели там какое-то время, и Говарду было приятно поболтать с земляками. Они зашли в пивную. Там произошла драка. Говарда ударили по голове, и он очнулся лишь на утро на борту катера, вёрзшего его на ориент. Его обманом завербовали в матросы. Бедняга Генри остался ждать на причале с вещами Говарда. Он знал, что Говард человек слова. Если сказал, что придёт, то придёт. Но он так и не появился. А через пять дней «Титаник» утонул, и 25-летний Генри погиб. Что ж, теперь мы знаем, кем был Генри, и этот опыт был для нас уникальным. Не найди мы этот саквояж и не проследи судьбу вещей, мы бы никогда не узнали всего этого. Это был живой человек, не просто строчка в списке пассажиров. Это сильнейшее впечатление. «Простите, я расстроилась. Больше не могу. Простите. Простите». Судно, на которое завербовали Говарда, шло в Египет, где он и узнал о судьбе «Титаника». Когда он вернулся в Англию, он узнал, что Генри не выжил. Говард вернулся в Штаты. Он потерял своего лучшего друга. И я думаю, в этот момент он узнал, что потерял и перл. Потерял все, что ему было дорого. Потерял все. Видимо, бедняк был полностью сломлен. Это очень грустная история, поверьте. В родном городе Говарда газета написала о его возвращении за два месяца до отплытия «Титаника», сделав его подлинную историю загадкой для исследователей. Я слышал о том, что на «Титанике» его не было. Теперь я знаю, что его насильно завербовали. Но в это очень трудно поверить. Не скажу вам ничего определенного, кроме того, что на «Титанике» его не было. Но если он вернулся за два месяца до того, почему его вещи нашли на «Титанике», вы про то, что у Генри был его саквояж? Дружеский жест, не более того. Иногда тайны не удается раскрыть. Мы знаем точно, что Говард и Пёрл любили друг друга. Пёрл умерла в 1911 году, а Генри в «Титанике». Погиб на «Титанике». Выжили лишь те, кто забрался в шлюпки. Им повезло, ведь, как оказалось, шлюпок на всех пассажиров и членов экипажа не хватало. Вопрос о шлюпках — существенная часть всех мифов о «Титанике». Мы знаем, что в лучшем случае мест на них хватило бы лишь для половины, находившихся на борту. Но на самом деле на «Титанике», согласно закону о торговле, было даже больше шлюпок, чем полагалось. Когда судно было готово к рейсу, «Уайт Стар Лайнс» поставило на него столько плавсредств, сколько предусматривал закон. Первоначально разработчики думали разместить на борту ещё больше шлюпок, но компания посчитала, что тогда на палубе будет мало места для прогулок и игр. Всё это место займут шлюпки, поэтому проектировщики оставили лишь столько спасательных средств, сколько предусматривалось по закону. Никто не думал, что шлюпки потребуются для спасения жизни. Считалось, что на них отбудет часть пассажиров, если произойдёт поломка двигателя или что-то в этом духе. Никто не мог предположить, что они окажутся единственными средствами для спасения жизни посреди океана. просто никто и не думал об этом. Пассажирка третьего класса Берта Малвихил отчаянно боролась за жизнь изо всех сил, прорываясь к шлюпочной палубе. Когда она добралась до верхней палубы, все шлюпки были уже спущены. Оставалась последняя, номер 15. Её уже опускали, когда тот матрос сказал ей, что надо прыгать, если хочешь выжить. Она сбросила туфли и прыгнула с палубы в шлюпку. За ней прыгнули многие. В итоге она оказалась под завалом тел. Ей было очень больно. Берта Малвихил уже была ранена. У неё болели ребра и спина после того, как её сбросили с трапа. Падающие на неё люди причиняли ей ещё больше боли. После этого она оказалась в отплывающей шлюпке. Все боялись, что тонущий Титаник засосёт их, поэтому грибцы пытались как можно быстрее отойти подальше от корабля. Она помнила освещенные иллюминаторы по правому борту, уходящие под воду. Цвет всё ещё горел. Когда моя бабушка оказалась в шлюпке, она рассказывала, что видела, как Титаник переломился пополам. До 1997 года все думали, что он просто пошёл ко дну. Но она сказала, что он разломился пополам. Ещё она рассказывала, как вокруг тонули люди. Там была молодая женщина, у которой в воде был брат. Грибец ударил его веслом по лицу, и тот ушёл под воду. Женщина пыталась вытащить брата в лодку. Это было просто ужасно. Шлюпка номер 15 была самой переполненной, и края бортов едва выступали над водой. Раны причиняли Берти боль. Она свесилась через борт, её волосы плыли по воде, ей было очень плохо. Было так холодно, что к утру её волосы покрылись льдом. Весь вечер она провела в бреду. она думала, что их преследуют айсберги. В ту ночь она видела много ужасного. Ей это навсегда запомнилось. Берти Малвихил удалось покинуть «Титаник» в шлюпке, но она сильно пострадала, физически и психически. Она светилась с борта над водой, это было ужасно. У неё были сломаны ребра, она замёрзла и проголодалась. Её жизнь висела на волоске, и она вознесла молитву Богородице, пообещав, что если выживет, то первую дочь назовёт Марией. Рано утром она увидела на горизонте зелёные огни в тумане. Она спросила, что это? И ответили, что это спасательный корабль. Когда утром их нашла Карпатия и подняла из шлюпки выживших, Берта была настолько слаба, что не смогла забраться на борт по верёвочному трапу. Вокруг её пояса затянули петлю и стали её поднимать. У неё болели ребра и спина. Можете представить, насколько ей было больно? они прибыли в Нью-Йорк, не имея понятия о том, что случилось. Но, к счастью, мой дед прочитал в журнале «Провиденс», что среди спасённых с Титаника есть мисс Берта. он приехал и оказался рядом с моей бабушкой. Она подошла сзади, закрыла ему глаза ладонями и спросила «Угадай, кто?» и всё. Она попросила отвезти её домой. Они сели на поезд и вернулись в «Провиденс». Она поправилась, вышла замуж в августе того же года. Но первые месяцы после случившегося, я думаю, она всё ещё отходила от шока. Сегодня это называется посттравматическим расстройством. Но она могла иметь детей после свадьбы. Берта сдержала обещание, данное в молитве в шлюпке, и первого ребёнка назвала Марией. Это тётя Мэри. Она родилась в 1914 году. Умерла на возрасте 73 лет. Я знал её 12 лет и думаю, что она оправилась от шока. Внезапно она захотела рассказать о том, что пережила, думаю, из-за внуков. Она их обожала. Наверное, это было её первым признанием как очевидца. Она была одной из пассажиров третьего класса, которым повезло выжить и добраться до верхней палубы. Треть из них так и не смогли этого сделать. Они погибли. Конечно, это трагедия. Если бы всё было организовано, если бы их действиями управляли, им хватило бы времени. Они смогли бы спасти всех женщин и детей и большую часть мужчин. у неё было своё мнение о случившемся. Она всегда говорила, «Я видела, как это было, и это было ужасно. Это очень отвратительная история». На «Титаник» Берта взяла подарки, которые ей сделала в день помовки её женик Генри Нун. Рассказывая своим внукам о гибели «Титаника», Берта всегда упоминала о судьбе этих четырёх ценных вещей. Мой дед подарил эти карманные часы моей бабушке в день помовки вместе с золотым браслетом и цепочкой с крестиком. Они были у Берта Малвихил на «Титанике». Это наша фамильная реликвия. Часы золотые, как и две другие вещи. Мы очень гордимся тем, что они сохранились, и мы можем вам их показать. Все поражаются, когда я говорю, что моя бабушка была на «Титанике». Они спрашивают, выжила ли она? Я всегда им говорю, что если бы не выжила, я бы тут не сидел. Атланта, США Барб Шаттл приехала в Атланту, в секретное хранилище, чтобы впервые увидеть ценные и нигде ранее не выставлявшиеся письма, написанные «Перл Шаттл» Говарду Ирвину Барб. Привет, спасибо, что приехали. Вам спасибо. Вы готовы? Думаю, да. Я вам помогу. Не волнуйтесь. Барб, это Алекс. Привет, Алекс. Привет, Барб, рада знакомству. Хорошо, что вы приехали. Я решила взять кое-что и показать вам. Это некоторые из писем, которые «Перл» послала Говарду Ирвину. Мы нашли их в его саквояже. Видите, эти следы оставила вода. Они находились в воде. Поразительно. Большинство было отправлено в США, но он всегда носил их с собой. Это важно. Это очень блеклое. Оно было отправлено из отеля «Эсмонт» в Дулуте, штат Миннесота. Она тогда путешествовала по Среднему Западу со своей группой. Она играла на кларнете. Она пишет, что получила его письмо и побежала вниз, даже не переодевшись. Села, скрыла его и прочитала. Это лишь часть ее девятистраничного письма ему. Она так его любила. Вот эти письма более важные. Открытки она посылала чаще, чем большие письма, просто чтобы напомнить о себе. Вот, Валентинка, «Люблю тебя, как шамели любят медовую росу на самом чудесном цветке». Твоя «Слетс». Думаю, «Слетс» — это что-то на сленге. Она часто употребляла сленг, может, для пикантности. Вот тут она пишет, «Привет, Сквиджинс, ха-ха, все еще жду письма». Боже, я уже расчувствовалась. Это прекрасно. Это здорово, что такое сохранилось. Знаете, это так трогательно и удивительно. «Благодаря находке и консервации этих вещей из Титаника мы узнали о нем больше, как и о тех, кто плыл на нем. Некоторые вещи помогли найти ответы на старые загадки, некоторые загадали нам новые. В этом смысле путешествие Титаника продолжается. И с каждым найденным предметом усиливается наша связь с этой трагедией. Вновь всплывают воспоминания тех, кто погиб в ту холодную апрельскую ночь. Программа подготовлена к показу компании «Эсдиамедиа» в 2019 году. Перевод Сергея Антонова. Текст читал Сергей Казаков. Вперед Смотрящий Фредерик Флит выжил в катастрофе. Почему он умер ужасной смертью? Это трагическая история человека, который заметил айсберг. Кто были эти осиротевшие дети, которые спаслись на последней шлюпке, что стало с их родителями? Нас ждет интереснейшая история человека, стоявшего у руля в момент столкновения с айсбергом. Трагическая история Роберта Хитчинса. Все это в фильме «Титаник». История из глубины. Останки Титаника были найдены в Атлантическом океане на глубине 3800 метров. С тех пор на поверхность было поднято более 5500 предметов и личных вещей, принадлежавших пассажирам и членам команды. Эти предметы могут рассказать правдивые истории любви, выживания, судьбы и тайн. Все это в фильме «Титаник». Истории из глубины. 2000 год. В Северной Атлантике на глубине 3800 метров российские аппараты «Мир-1» сканируют место упокоения обломков «Титаника». «Титаника». Предыдущие погружения позволили обнаружить предмет, имеющий непосредственное отношение к гибели судна. Колокол с марсовой площадки, звонивший трижды после обнаружения айсберга, и телефон, с которого на мостик мог быть передан сигнал об опасности. Среди песка и обломков мир нашел металлический объект. Это была латунная колонка штурвала. За такой стоял старшина Роберт Хитчинс. В ту ночь 14 апреля 1912 года он переложил штурвал в положение круто-левого руля, чтобы попытаться избежать столкновения с айсбергом. Попытка Хитчинса разойтись с айсбергом была неудачной. Вскоре, через 37 секунд после роковых слов «Айсберг прямо по курсу» участь «Титаника» была решена. Всемирно известный ученый, занимающийся консервации предметов с «Титаника» Алекс Клингельхофер рассказывает, как колонка штурвала попала со дна океана в секретное хранилище в Атланте. Этот предмет был поднят на поверхность, законсервирован и обработан. Он весит 36 килограммов, сделан из бронзы. Эта часть стояла вертикально. Штурвал крепился здесь, и старшина рулевой стоял возле него. Он отвечал за курс судна и управлял его движением. Решения некоторых членов экипажа, которые были ими приняты тогда, надолго настроят против них общественное мнение. Но среди них были и противоречивые решения, например, то, которое принял рулевой Роберт Хитчинс. Он был тем, кто стоял у штурвала во время столкновения, поэтому его и помнят. Есть еще одна причина тому, его отношение с Молли Браун в шлюпке. Светская дама Маргарет или Молли Браун путешествовала без мужа. В той трагедии ее запомнили как непотопляемую Молли Браун. Она покинула Титаник в шлюпке номер 6. После столкновения с айсбергом Хитчинса послали на помощь спасательной команды. Он отвечал за посадку в шлюпку номер 6. Капитан Смит в какой-то момент нашел рупор и пытался докричаться до шлюпок, которые были заполнены лишь наполовину, чтобы те вернулись к судну и взяли на борт больше людей. Хитчинс услышал этот приказ и отказался вернуться. Когда Титаник тонул, многие женщины в шлюпке слышали отчаянные крики и просили вернуться, но Хитчинс сказал «Мы спаслись, они нет» и добавил «Там остались лишь мертвецы». Некоторые из этих женщин оставили на Титанике мужей или друзей. В тот момент он мог вернуться и, может быть, спасти кого-то еще, но он отказался это сделать. Они гребли все дальше и встретили шлюпку номер 16, с которой сцепились и дрейфовали вместе. Хитчинс оставил свой пост и хотел отдохнуть. Как только они перестали грести, женщины в шлюпке стали мерзнуть. Они не хотели замерзнуть насмерть и решили грести дальше, чтобы согреться. Хитчинс возражал, но Маргарет Браун настаивала. Она угрожала ему и сказала «Мы все равно продолжим грести, если ты попытаешься остановить меня, я брошу тебя за борт». Одна из женщин положила руки на плечи Маргарет, пытаясь ее успокоить, но она сказала позже «Нет, я пытаюсь наехать на него», и он так испугался, что бросился бы за борт сам. Молли Браун была везде, на трибунах, на обложках, на кружках, все ее любили и считали великой героиней, а Роберта Хитчинса – деспотом. Но все было не так. Первым судном, которое пошло на спасение Титаника, была «Карпатия». Ракеты, запускаемые со шлюпок, привлекли внимание экипажа, и «Карпатия» всю ночь разыскивала и подбирала пассажиров шлюпок. Примерно в 8 часов утра шлюпка номер 6 подошла к борту «Карпатии», одной из последних. Это была замечательная сцена на «Карпатии», когда Маргарет Браун и другие пассажиры шлюпки номер 6 окружили Хитчинса и, яростно жестикулируя, громко стали обвинять его в том, как он плохо поддерживал дисциплину на шлюпке. Он глядел на Маргарет Браун и ее окружение и быстро отступил. Правнучка Роберта Хитчина, Салли Нильсон, еще с детства интересовалась судьбой своего прадеда. До 14 лет я не знала о Роберте Хитчине. Мой дед Альф как-то сидел в своем углу, потягивая пиво. И я заговорилась с ним. Он спросил, «Ты знаешь, что твой прадед стоял у штурвала «Титаника», когда тот столкнулся с айсбергом? И тут я подумала, «Вот ведь потрясающая история». Я заинтересовалась и поняла, к 2012 году о моем прадеде не было написано ни слова. Вся его история преподносилась субъективно. Перед сотой годовщиной со дня гибели «Титаника» Салли выпустила книгу «Человек, потопивший Титаник». Я думала, что кто-то другой расскажет историю, которая должна была быть моей. Роберт родился в Нюллине. Впервые вышел в море в 14 лет. Он говорил, «Я хочу стать кем-то». Простился с семьей и стал резервистом Королевского флота. Получил звание старшины. У старшины было много обязанностей. Одна из них – быть рулевым. На берегу он познакомился с дочерью фермера Флоренс Мортемер. Он влюбился, чувство было взаимным, и в 1906 году они поженились. В 1910-м Роберт решил, что его карьера сложится лучше на больших лайнерах. Ближайшим портом был Саудгемптон. Саудгемптон, Англия. Саудгемптон был шумной портовой гаванью. Городом он стал лишь в 60-е годы прошлого века. На этой стене все 900 членов экипажа Титаника, но фотографий немного. Я пытаюсь отыскать здесь Роберта Хатчинса. Выжило лишь 165 членов экипажа. Вот он. 1912 год был ужасен. Бастовали угольщики. Весь транспорт, ходивший на угле, переживал не лучшие времена. Матросы старались попасть на судно. 6 апреля забастовка угольщиков прекратилась, и моряки старались попасть на это фантастическое судно, о котором они были наслышаны. Роберту было 29, когда он 6 апреля записался в Саудгемптоне в команду Титаника. Когда Титаник вышел из Саудгемптона в Белфаст, на его бортах еще не высохла краска. Роберт стал частью команды. Он был старшиной второй статьи, это высшее звание перед офицерскими. Забастовка угольщиков ударила по рынку труда в Саудгемптоне, и он с радостью ухватился за возможность выйти в рейс и заработать денег. До Титаника он отслужил старшиной 12 лет. Титаник стал первым судном Уайт Старлайн, на котором ему довелось служить. Флоренс, его жена, была на шестом месяце беременности. Должна была родиться моя бабушка Филлис Мэй. Родители и вся семья гордились тем, что Роберт уходит в море на таком роскошном лайнере. Все были просто в восторге. Саудгемптон, Англия. В портовом Саудгемптоне правнучка Роберта Хитчинса Салли Нильсон навещает 44-й причал, от которого отчалил Титаник. Видимо, это был очень большой терминал. Сейчас он сильно изменился. В полдень 9 апреля 1912 года Титаник отправился отсюда в свой первый рейс в Нью-Йорк. Если я напрягу воображение, то могу себе представить оркестр и пассажиров, бросающих цветы за борт Титаника. Цвистят ботсманские дудки и огромные бронзовые винты начинают вращаться. Да, я могу себе это представить. Это было именно так. для купающихся в роскоши пассажиров Титаника это был четырехдневный спокойный круиз. Титаник шел с крейсерской скоростью 23 узла, что соответствовало расписанию. Но утром 14 апреля было получено несколько тревожных телеграмм. До выхода Титаника было получено много сообщений о судах, столкнувшихся с айсбергами разного типа. Они шли со скоростью 22,5 узла в сторону необнаруженного ледяного поля. В воскресенье 14 апреля Роберт Хитчинс заступил на вахту в 8 часов утра. Фредерик Флит и Раджинальд Ли находились в Вороньем гнезде, чуть впереди штурманской рубки на высоте 15 метров. А Роберт был у штурвала, и он слышал колокол. С Вороньего гнезда трижды пробили сигнал колокола. Внезапно началась паника. Муди пытался прорваться в рубку. Звонил телефон, он взял трубку и спросил, что ты видишь? Из Вороньего гнезда ему отвечали, лед прямо по курсу. Тогда Уильям Мердок сказал, лед прямо по курсу, заложи резко влево. Роберт Хитчинс четко выполнил команду. Затем он пытался отработать рулями вправо, но произошло столкновение. Титаник повернул вправо и почти избежал столкновения с айсбергом. Удар пришелся в левый борт и повторялся через определенные интервалы. Но давление айсберга на листы обшивки порвало ее швы и вода хлынула внутрь судна. Шесть водонепроницаемых отсеков были затоплены. Гибель судна была неизбежна. В этот момент из каюты вышел капитан Смит и спросил, с чем мы столкнулись? Мердок ответил, мы столкнулись с айсбергом. Я приказал дать резко леву руля. Думали разойтись с ним правым бортом, но было слишком поздно. Это колокол из Вороньего гнезда, в который звонил 24-летний впереди смотрящий Фредерик Флит, когда увидел айсберг. Флит и Реджинальд Ли, который стоял с ним вахту, поднялись в Воронье гнездо в 10 часов вечера. Ночь была звездной и безоблачной. Море спокойное, волн не было. Один из свидетелей описывает его как стеклянное море. В 1139 Флит впервые заметил у них по курсу большую темную массу. Ночь была лучшей из всех, что я видел. Звезды горели словно лампы. Я увидел, как на нас надвигается что-то большое, черное. Я не знал, что это, спросил Ли, что это может быть. Он тоже не знал. Я подумал, что лучше ударить в колокол. Я ударил трижды. Мы разглядели, что у объекта острая вершина. Нам он сразу не понравился. После удара в колокол Флит взял телефон и позвонил в рулевую рубку. Ему ответил младший офицер Джеймс Муди. Айсберг прямо по курсу. У офицеров было лишь 37 секунд, чтобы среагировать. Через 20 минут после удара Фредерик Флит сменился с вахты в вороньем гнезде. Его послали на шлюпочную палубу помогать эвакуации, а именно помочь старшине Роберту Хитчинсу спустить пассажира в шлюпку номер 6. В шлюпке Роберта было 25 человек, 21 женщина и 5 мужчин. Было трудно. Это были большие, тяжелые, деревянные шлюпки. Роберт Хитчинс сказал всем разобрать весла и грести, как умеют. Они гребли так усиленно, что вскоре оказались в двух километрах от Титаника. Когда они посмотрели назад, они увидели, как судно погружается кормой кверху. «Наверное, это было самое ужасное зрелище для всех. Просто ужасное». И тут женщины стали умолять Роберта Хитчинса подобрать спасшихся. Они слышали их крики в воде. В тот момент Хитчинс подмочил свою репутацию раз и навсегда. И я хочу рассказать вам эту историю поподробнее. Одной из пассажирок шлюпки была Маргарет Браун, непотопляемая Молли Браун. Позже Роберт скажет, эта женщина могла сесть в любую шлюпку, но почему она выбрала именно мою? Все были в шоке. У женщин остались мужья на борту Титаника. Но Молли Браун плыла одна. Ни мужа, ни детей на борту у нее не было. Она взяла командование в шлюпки на себя. Она это умела. Она была светской дамой, привыкла добиваться всего, чего хотела и обладала громким голосом. Она приказала, возвращаемся к выжившим. Но Роберт отказался. Он знал, что вода холодная, знал, что такое гипотермия. И что в такой воде просто не выжить? Не сомневаюсь, что Роберт использовал матерную лексику, хоть точно и не знаю, что он сказал, но очевидцы говорят, что Молли Браун как-то удалось пробраться к румпелю. Но вот как вы повели бы себя, вас вдруг выдернули из роскоши непотопляемого лайнера, наскочившего на айсберг. Конечно, Роберт не пустил ее к румпелю. Он и сам был в шоке. Говорили, что он дрожал, как осиновый лист. На нем был лишь плащ, фуражки не было, губы обветрились. Он лишь хотел привести этих людей к спасению. Пассажиры шлюпки называли его грубияном, трусом. Все потому, что тот отказался вернуться и спасать людей. И сейчас, сто лет спустя, его помнят лишь как грубияны труса. Почти через час после того, как шлюпка номер 6 Роберта Хитчинса успешно отчалила от Титаника, с крыши офицерской кают-компании была спущена складная шлюпка Д. На Титанике было четыре складные шлюпки, которые были спущены после того, как отчалили все 16 основных шлюпок. На тот момент на борту оставалось 1500 человек, а складная шлюпка Д могла принять лишь 47. Ее окружили члены экипажа, которые следили за тем, чтобы в нее сели лишь женщины и дети. Внезапно сквозь толпу прорвался один офицер с двумя маленькими детьми на руках. Их погрузили в шлюпку Д, ее спустили по правому борту. Это была последняя шлюпка, которая успешно покинула Титаник. Когда Карпатия пришла на помощь, стало ясно, что дети не говорят по-английски и не знают имен своих родителей. По прибытию в Нью-Йорк пресса окрестила их сиротами с Титаника. Кем были эти дети? Предметы, найденные на месте покоения Титаника, могут открыть нам самые печальные моменты этой трагедии. Это шарики для игры, поднятые из Титаника. Можно представить себе, как дети катали их по прогулочной палубе. На борту Титаника было 126 детей младше 14 лет. Почти половина из них погибли в пучине. Но так называемые сироты из Титаника пережили эту трагедию. В Париже Элизабет Навратил изучает то, как она, возможно, связана с величайшей тайной в истории Титаника. Когда я была маленькой, мы жили в Монпелье. Однажды ночью я услышала разговор родителей, и там было слово «Титаник». Я спросила, о чем они говорят. «Они смутились, но потом отец все мне рассказал. Тогда я поняла, что мой дед погиб. Мой дед Мишель Навратил учился портновскому мастерству в Вене. Потом в Париже его взяли на работу в лучшее ателье Ниццы. Он был главным портным. Там он встретил девушку-ученицу. Ее звали Марсель. Он сразу влюбился в этой женщине. Она тоже. Они поженились. прожили счастливо в браке два года, но все же не всегда ладили. Один за другим у них появилось двое детей, но брак распался. Это Марселе двое детей. Фото сделано в тот год, когда они расстались. когда он понял, что его жена изменяет ему с его лучшим другом, он был в бешенстве и отчаянии. В порыве гнева Мишель решил развестись и эмигрировать в Чикаго, где жили его родители, но взять детей с собой. Он не мог оставить детей с Марсель. Он отправился в Монте-Карло, где купил три билета третьего класса на Титаник. Он зарегистрировался под именем своего друга Мишеля Хоффмана. Затем отправился в Саутгемптон, потому что боялся, что его арестуют. Мишель навратил похитил двух своих сыновей и бежал из Франции. Позднее старший сын Мишеля, Мишель Марсель навратил младший, напишет мемуар о том, как они покидали тонущий корабль. Меня разбудил отец. Он отнес меня на руках на палубу Титаника. Мы с братом были переданы на шлюпку, которая была уже почти полна. отец велел передать матери, что он ее любит и ушел. Больше я его не видела. Помню, когда шлюпка отчалила от Титаника, она плюхнулась на воду и стала отходить от борта. Я заснул, потом меня разбудили. Над морем стоял туман. Затем я увидел корабль. Это была Карпатия. на борту Карпатия никто не мог понять, чьи это дети и кто их родители. Дети не знали своей фамилии и даже не знали своих имен. Мишеля назвали Лоло, а Эдмона Момо. Власти не смогли установить ни их личности, ни их выживших родственников. Статьи и фотографии мальчиков появлялись в газетах по всему миру, но тайна оставалась тайной. В то же время их мать не имела представления, где они находятся. В Ницце, через пять дней после трагедии, она увидела в газете большое фото его детей, выживших на Титанике. Вуаля! Марсель убедила Уайт Старлайн выписать ей билет до Нью-Йорка, чтобы воссоединиться со своими детьми. Когда она прибыла в детскую благотворительную организацию, дети играли, и, увидев ее, сразу бросились к ней с криками «Мама! Мама!» Вот так ее дети вернулись к ней. Мишель наворотил старший, отец маленьких мальчиков, погиб в море. Его тело было найдено и похоронено на кладбище в Галлифаксе, рядом со многими другими жертвами этой катастрофы. Отец Элизабет Мишель Марсель наворотил младший, умер в 2001 году в возрасте 92 лет. Он умер последним из мужчин, выживших на Титанике. Нью-Йорк, США После спасения пассажиры были доставлены в Нью-Йорк. Сенатор Уильям Олден Смит возбудил официальное расследование гибели Титаника. На пятый день расследования Роберт Хитчинс был вызван для дачи показаний. В суде он сказал, что никто не просил его вернуться, чтобы подобрать плавающих в воде. Большинство его ответов сводились к банальным «я не помню», «не припомню, чтобы я такой говорил». Он уводил следствие в сторону. В эпоху «желтой прессы» нужна была хорошая тема, а уж репортеры раздули бы из нее сенсацию, которую бы и напечатали. Маргарет Браун могла бы высказаться резко о Хитчинсе в прессе. Она считала, что он трус, а не мужчина. Для нее он был воплощением трусости. Она говорила, что, исходя из того, что он говорил и приказывал, он был трусом и грубияном. Такие, как Хитчинс, часто получали черную метку, обвиняли того, кто выносил ссоры из избы. И то, что прочитали тысячи читателей в местной газете, вдруг стало доступно всем. Роберт Хитчинс был вызван для дачи показаний. Когда он рассказал, как все было, он подытожил. «Мне нечего больше добавить, сэр». Он хотел представить свое видение событий. Говорят, что я прибрал к рукам весь Брэнди, был пьян и не отправился к спасавшимся. Это не так. Я отдавал прямые приказы, и в этом состояла моя работа. на тот момент никто не мог обвинить Роберта. Но еще минуту назад вы находились на непотопляемом лайнере, а он затонул. Ну и кто же виноват в этом? Ближайший к вам член экипажа. После такого его больше не брали в команды. Он ходил в море, но только на небольших судах. А были моряки, которые ходили в море всю жизнь, не зная другой судьбы. Таким был и Роберт. Впервые он вышел в море в 14 лет. И море, странствия были всей его жизнью. После Титаника жизнь Хитчинса пошла наперекосяк. Он даже сидел в тюрьме за попытку убийства. Настало время Великой Депрессии. Флоренс со своей сестрой держали небольшой бизнес в Торки. У Роберта была яхта, но денег не было. Лето выдалось неудачным, и Роберт понял, что от пассажиров дохода не будет. И тут он делает глупую ошибку, взяв в долг у некоего Гарри Хенли. Он был тот еще тип. Гарри Хенли хотел побыстрее вернуть деньги и поставил Роберта в очень жесткие условия, угрожая ему. Роберту пришлось продать свой дом. В этом он обвинял Гарри Хенли. План был таков, убить Гарри Хенли, а потом самому застрелиться. Роберт попросил у Гарри денег. Гарри ответил, будь ты трезв, я бы избил тебя, забил бы до смерти. Роберт Хитчинс полез в карман и нашел там пистолет, маленький револьвер, и пристрелил Гарри. Первая пуля оцарапала череп Хенли, вторая прошла мимо. Хенли убежал и обратился в полицию. Хитчинс попытался покончить с собой, но снова промахнулся. У Хитчинса было прекрасное военное прошлое и время службы на Титанике. Его не повысили, а лишь дали пять лет в тюрьме Паркхёртс на острове Уайт. Даже после выхода из тюрьмы Роберт Хитчинс продолжил сражаться. Флоренс страдал от головных болей, у нее была опухоль мозга. Она умерла в начале 1940 года. Роберт отправился в Ливерпуль на English Трейдере, проводил ее в последний путь. Он сказал членам команды, Англия не для меня, я хочу остаться с Флоренс. Роберт умер 23 сентября. Его семья так и не узнала, где он был похоронен. Предполагается, что его погребли в море. Есть чудесная фотография его, Флоренс и ее сестры на пляже. Тут видно, что она гораздо выше его, а Роберт позирует с трубкой. Я очень люблю эту фотографию. Она извините, я вспомнила Роберта. Я вижу его. Он стоит передо мной, как сошедший с этой фотографии. Вот так я чту Роберта. У него было прекрасное чувство юмора. За это его любили все его близкие и родители. Но ненавидели те, кто был в шлюпке. Молодой вперед смотрящий, который заметил айсберг, Фредерик Флитт, был также вызван в Нью-Йоркский суд на сенатскую комиссию. Его ответы были очень краткими. Все члены экипажа, выжившие после крушения, были вызваны на допросы. Для Флита этот допрос был, может, более жестким, потому что он занимал должность, связанную со столкновением. Вопросы были довольно прямолинейными. В большинстве случаев он уходил от ответа или занимал оборонительную позицию. Когда судья спросил, насколько быстро ему удалось разглядеть айсберг, он ответил, что сообщил об айсберге, как только увидел его. Понятно, что он не захотел взять на себя вину. Думаю, что самые страшные катастрофы в Северной Атлантике были замечены вахтой. Он был впередсмотрящим и, естественно, пытался защищаться. В его ситуации шансы были невелики. Но он воспринял критику, которая на самом деле критикой не являлась. Вопросы появились, когда узнали, что у впередсмотрящей вахты не было биноклей. Скажите, как долго вы наблюдали за горизонтом? Как долго вы занимали этот пост? Четыре года. Я тогда служил на океанике. Когда вы служили на океанике, вам выдавали бинокли? Да. Для вахты в Вороньем гнезде? Да, в каждом рейсе. Вы просили себе бинокли? Я нет, а Симон спросил. И как он просил? Он говорил, что никто на борту не заботится о нас. Они могли обеспечить биноклями вахту впередсмотрящих. Но проблема была в том, что дверь была заперта, и человек с ключами отсутствовал. Теперь мы знаем, что на Титанике были бинокли, по крайней мере на пути из Белфаста в Сауптгемптон. За бинокли отвечал офицер, державший их в запертой каюте. Но перед отплытием произошли перемены в экипаже. Дэвид Блэр, старший помощник капитана, сошел на берег в Сауптгемптоне. Экипаж перетасовали, был назначен новой старпом. А прежний не сдал ему ключ от каюты, с вещами вахтенной смены. Фредерик Флитт и Реджинальд Ли должны были стоять на вахте с биноклями, но их не было, потому что они остались в запертой каюте. Вы считаете, что будь у вас бинокли, вы бы раньше увидели айсберг? Конечно. Насколько раньше вы бы его увидели? Судно хватило бы времени сманеврировать. Значит, вы считаете, что будь у вас бинокли, вы бы спасли судно от катастрофы? Да. Заявление о том, что наличие биноклей спасло бы «Титаник» от гибели, вызвало бурную реакцию. Но его правдивость до сих пор вызывает споры историков. Опытные моряки торговых судов не считают наличие биноклей спасением от подобной бинокли. Бинокли на вахте бесспорно нужны, но только не в ночное время. Бинокль увеличивает объект, но в то же время ограничивает поле зрения. Многие моряки торгового флота считают, что осматривать горизонт лучше невооруженным взглядом. Адмирал Скотт, покоритель Антарктики, считал, что в тех условиях вахта заметила бы айсберг раньше, будь у них бинокли. Но, честно говоря, и без бинокля Фредерик Флит заметил темный объект, пробил тревогу и доложил, что видит айсберг прямо по курсу. После катастрофы Фредерику Флиту было трудно найти работу на борту судна. Ходили слухи о том, что членов экипажа Титаника преследуют рок. После Титаника ему было сложно найти работу из-за того, что он членов экипажа Титаника неохотно брали на суда. Считалось, что они притягивают несчастье. Есть свидетельства о том, что служба в экипаже Титаника считалась клеймом. Я разговаривала с сыном стюарда Уайт Стар Лайонс, и он сказал, что к 1930 годам карьеры всех офицеров Титаника оказались загубленными. Жизнь Флита в последующие годы становилась все хуже. Воспоминания о трагедии преследовали его. Долгие годы после гибели Титаника Фредерик Флит перебывался с случайными заработками. У него была бессонница, он говорил, что его преследуют кошмары, и с тьмы на него надвигается огромный черный объект. Известно, что у многих спасшихся тогда вырапталось устойчивое чувство вины за то, что они выжили. Остаток своей жизни он провел, продавая газеты в Саут-Гемптоне. Его конец был печальным. Любимая жена Ева умерла, а он еле сводил концы с концами. Семья жила в доме его двоюродного брата. Когда умерла жена, брат выставил его на улицу. Он был беден. Списавшись с Эдом Камудой из исторического общества Титаника, он рассказал ему о трагических обстоятельствах своей жизни, о том, что испытывает нужду. Дорогой друг, я пишу эти строки, пребывая в сильной нужде. Недавно я потерял жену и дом, в котором мы жили. Из родни у меня остался лишь двоюродный брат. у нас с ним не все ладится, так что я вскоре пришлю вам свой новый адрес. Через неделю он вернулся в свой старый дом и повесился во дворе. Думаю, что судьба Титаника преследовала его всю жизнь и стала причиной его смерти. Титаник сломал его и свел его в могилу. смерть его была ужасна. Его похоронили в безымянной могиле, так хоронили нищих. В 1993 году Эд Камуда и историческое общество Титаника нашли средства на возведение памятника флиту на кладбище Холебрук в Саутгемптоне. В шотландском Абердине на кладбище Тринити проправночка Роберта Хитченса встретилась с Яном Бернетом, муниципальным служащим. Считалось, что Роберт похоронен в море. Никто не знал, где его могила, в том числе и члены его семьи. Но в 2012 году, за две недели до столетия со дня гибели, я решила предпринять последнюю попытку найти Роберта. Я связалась с муниципалитетом, библиотеками, со многими. Меня просто завалили потоками информации. Я не понимала, как действовать дальше. И тогда позвонила Яну и сказала, пожалуйста, давай еще раз проверим кладбище. Я не знал, кем был Роберт Хитченс. Я просто сказал, что не могу найти его. Но она приехала сюда и рассказала его историю. Я не поверил. Он оказался рулевым с Титаника. Это было невероятно. Вы позвонили мне и сказали что-то вроде «Салли, вы не поверите». «Чему?» Я нашел его. И тут я разрыдалась. Вы сказали, что здесь похоронено трое моряков. Да, они скинулись и купили это место на кладбище. Когда работаешь на компанию, это шанс, что тебя не похоронят в общей могиле для бедняков. Хорошо, что Роберт тут не один. С ним его товарищи. Да, такие же моряки. Салли собирает деньги на памятник. Но пока на могиле стоит этот простой крест. Я верю, что теперь он, наверное, счастлив. И сейчас, когда рассказали его правдивую историю, он может улыбнуться. Роберт Хатчинс исполнил свой долг. Но я, может, и в меньшей мере, но исполнила свой. В секретном хранилище в Атланте Салли Нилсон сейчас увидит стойку, что рвало с Титаника, за которой, возможно, стоял ее прадед в ночь катастрофы. Привет! Привет! Рад видеть тебя. Здравствуй. Ну что, готова увидеть это? Да, готова. Это будет здорово. Проходи. Пришли. Вот. Боже. Тут даже сохранились деревянные части. Да, это замечательно. Думаю, стоять у такого штурвала было непросто. Он ведь был вот таким большим. Но ваш прадед стоял за ним и переложил штурвал в это положение. Боже! Я вижу отметку вправо руля, затем засечку и лево руля. И когда ему приказали взять резко вправо, он смотрел на эти деления и повернул вот сюда. Потрясающе. Увидеть такое, это так необычно. это моя связь с прадедом. И... Простите, не могу сдержать слезы. Это просто невероятно. Да, так и есть. Не могу поверить, что это с Титаника. Это такая честь для меня. Я очень признательна. Потрясающе. Бесподобно. Спасибо вам. Благодарю вас. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что пришли и поделились своей историей. Да, это было великолепно. Титаник погиб, не оставив и следа на глади Атлантического океана. Но в море жизни многие из выживших помнили его гибель до самого смертного адра. Мы чтим их память, мы понимаем, что они пережили. Этот фильм мы посвящаем им. Программа подготовлена к показу компании «СДА-Медиа» в 2019 году. Перевод Сергея Антонова. Тех считал Сергей Казаков. В ночь, когда погиб Титаник, многие вели себя героически. Одним из таких был пятый помощник капитана Гарольд Лоу. Как он стал героем? И кто владелец черной сумочки из аллигаторовой кожи, поднятой с самого дна Атлантического океана? С места гибели были подняты паровые гудки. Услышим ли мы когда-нибудь снова их звук? Все это в фильме «Титаник». Истории из глубин. Останки Титаника были найдены в Атлантическом океане на глубине 3800 метров. С тех пор на поверхность было поднято более 5,5 тысяч предметов и личных вещей, предлежавших пассажирам и членам команды. Эти предметы могут рассказать правдивые истории любви, выживания, судьбы и тайн. Все это в фильме «Титаник» истории из глубин. С момента гибели «Титаника» прошло более века, но его тайна продолжает будоражить умы по всему миру. На «Титанике» было 4 гудка, последний из них прозвучал в полдень 14 апреля 1912 года. Этот комплект единственный из поднятых на поверхность неповрежденным. За консервированные гудки отправились в 1998 году в тур вместе с другими предметами, найденными на «Титанике». Но с 1912 года никто не слышал, как они звучат. Услышит ли их еще кто-нибудь? С той роковой ночи история «Титаника» будоражит воображение миллионов жителей Земли. Для одного молодого человека восхищение гудками из «Титаника» стало лишь частью его страсти по поводу всего, что с него поднято. В 1979 году вышел телефильм «Сов Титаник». Именно тогда меня захватила эта история. Красивейший корабль своего времени погиб во время своего первого рейса. Просто невероятно. Это могло бы стать сюжетом для романа, если бы не случилось в реальности. Кое-кто называет такой интерес «Титаник-лихорадка». Если я заболел, то уже не излечишься. В 1998 году на выставке вещей с «Титаника» в Бостоне, штат Массачусетс, Тарн Стефанос решил, что его страсть станет его профессией. И он стал историком «Титаника». «Титаника». Было интересно работать с предметами, поднятыми с «Титаника». К ним можно было прикоснуться. Эти вещи напрямую связаны с командой и пассажирами. Больше никаких смазанных фотографий, только реальные вещи у тебя в руках. Один из экспонатов выставки были корабельные гудки. Каждый из них крепился к трубе в отдельном контейнере. Я смог их потрогать, и так ощутил свою связь с «Титаника». Эти гудки стояли на трубах, которые обвалились перед самым уходом «Титаника» под воду. И погрузились на три километра в пучину. Много лет спустя их достали, и вот они передо мной. Я могу их потрогать. Я часть этого круга. «Титаник» стал и всегда был частью меня. Но Таррен не представлял себе, что примет участие в реставрации гудков, подарив тысячам людей чудо «Титаника». В 1998 году директор выставки предметов «Титаника» в Сент-Пол штат Миннесота решил позвонить на фирму братьев Калленберг в ту ревиз штат Висконсин. Вопрос был один, смогут ли отреставрированные гудки впервые с 1912 года издать звук. Наша фирма работает с 1895 года. Ее основал мой прадед, пионер в области двигателя строения. В 1930-х годах, в эпоху Великой Депрессии, он занялся другими вещами, сигнальным оборудованием, гудками. Этим мы и занимаемся сейчас. Для нас восстановление гудков с «Титаника» вполне обычный проект. Нас пригласили выяснить, смогут ли они снова загудеть. Мы с Заком отправились в Сент-Пол, чтобы взглянуть на них. Мы знали, что их реставрировали, но лишь косметические для выставки, а что там внутри мы не знали. Ракушки, крабы, да все что угодно. Даже увидеть их было круто. Каждый по полтора метра длиной, не считая трубы. Весом килограммов по 350 каждый. Даже физически с ними было трудно управиться. Думаю, это самые большие гудки из всех произведенных. Мы не знали об их первоначальной форме, пока не сделали рентгеновские снимки. Посветить фонариком не помогло, а мини-камер или зондов в те времена еще не было. Было интересно, имели литье воздушные пузыри. Такое часто случается. Два гудка не были повреждены. С ними проблем не было. Думаю, самый большой был на центральной трубе. Парапровод, подходящий к нему, был самым толстым, и у него был самый большой купол. Часть этого гудка разорвалась, но не полностью. Видимо, давление пары упало, когда в гудок попала вода. Но с виду все они выглядели так, что мы решили подать на них небольшое давление, чтобы убедиться, что они работают. Но сначала гудкам предстоял 500-километровый переезд из Сент-Пола на завод братьев Калленберг в Туревирс, штат Висконсин. Директор выставки спросил, хочу ли я поехать с ними. Я поехал. У нас был белый форт пикап. Мы будто бы везли оленя с охоты. Из-за снежной бури мы вернулись домой за полночь. Я из Новой Англии привык к снегу, но это было что-то. В дороге мы шутили, но это было вовсе не смешно. У нас в кузове были ценнейшие экспонаты, а мы попали в бурю. Глупость, конечно, но нам лежали в крепких ящиках, так что мы особо не беспокоились. Им там было явно безопаснее, чем нам. Мы их довезли и оставили на ночь в гараже Зака. Моя соседка Мэри Эллен пришла на утро с газетой. «Эй, Зак!» сказала она. «Тут написано, что гудки из Титаника прибыли в Ту-Риверс». И тут она увидела пикап. «А что там у тебя в кузове?» Ночью 14 апреля 1912 года, после того, как айсберг пропорол правый борт Титаника, первая реакция пассажиров была далека от паники. Большинство из них не понимало, насколько опасна эта ситуация. Но паника началась с началом эвакуации. Люди потеряли свой человеческий облик. Там было более 2200 человек. Все вели себя по-разному. Кто-то прыгал в шлюпки, кто-то пытался догнать их в воде. И чем ближе к гибели, тем напряженнее становилась ситуация. Огромное количество людей пыталось спастись. Многие поняли, что на всех мест в шлюпках не хватит. Как повели себя люди в такой ситуации? Что они сделали? Когда примерно в 23.40 «Титаник» столкнулся с айсбергом, пятый помощник капитана Харальд Лоу спал в своей каюте. Когда Лоу проснулся, ситуация вокруг была уже наколена до предела. Он понял, что в любой момент она может выйти из-под контроля. Вернулся в каюту и взял личное оружие, пистолет Браунинг. Место упокоения Титаника находится в Атлантическом океане на глубине 3800 метров. На такой глубине голодные бактерии изъели сталь обшивки и создали длинные косицы ржавчины, свисающие вниз, как гигантские сосульки. Ученые понимают, что превращение этого когда-то могучего корабля в кучу ржавчины лишь вопрос времени. В 2000 году российские глубоководные аппараты Мир-1 спустились к облобкам Титаника. Они разглядели то, что когда-то было окном офицерской каюты. Ночью 14 апреля 1912 года в такой каюте спал пятый помощник капитана Харальд Лоу, когда Титаник столкнулся с айсбергом, когда он проснулся на борту царила паника. Лоу сменился с факты в 8 вечера и сразу отправился спать. Были показания, что вроде кто-то попытался его разбудить, но он потом опять уснул. Сам Лоу не помнит этого, о чем и заявил на слушании. Тогда же он сказал, когда мы засыпаем, мы умираем. Да, он спал, но вовремя проснулся. Когда Лоу проснулся, он услышал голоса за дверью и почувствовал, что пол его каюты накренился. Лоу вышел на палубу, он заметил, что многие шлюпки отчаливают без офицеров на борту. Он принял командование шлюпкой номер 14. Когда Лоу сел в шлюпку, в нее уже грузились пассажиры, и кто-то из экипажа предупредил его, что он уже отогнал нескольких человек, пытавшихся прорваться в шлюпку вне очереди. Начался хаос, люди толкались и пытались прорваться в шлюпке. Один из матросов взял деревянный румпель и стал оттеснять им тех, кто пытался устроить давку. Лоу сказал, что намерен прекратить это. Он заявил, что застрелит каждого, кто захочет попасть на борт, не имея на то права, особенно мужчин. Когда шлюпка спускалась на воду, на палубе стояла группа мужчин, готовых прыгнуть в нее. Думаю, он был готов спасти всех этих людей, но если бы в шлюпку стали прыгать, она бы из-за перегруза потонула бы, и все бы тогда погибли. Тогда он произвел несколько выстрелов в сторону судна, чтобы охладить пыл желающих прыгнуть в шлюпку. Сидней, Австралия. В Австралии, в Сиднеи, Годфри Лоу, правнук Харальда Лоу, с гордостью показывает вещи, принадлежавшие его прадеду. Это свидетельство об увольнении с флота, в котором есть все записи о службе моего прадеда на торговых судах. Он был суровым мужиком, жестким, когда касалось дела. Сбежал из дома, осваивал морскую службу, жизнь его была непростой. При гибели Титаника он потерял оригинал этого свидетельства, поэтому первая запись здесь Титаник, пятый помощник капитана. Дата и место увольнения 15 апреля 1912 года в море. У Харальда Лоу было двое детей, один из которых Харальд Уильям Лоу эмигрировал в Австралию, когда вырос. Мы жили на ферме на Тасмании. У моего отца был бинокль, я брал его, когда выслеживал кроликов на охоте. Однажды я заметил на бинокле гравировку и спросил, что она значит. Там было написано «Подлинному герою с Титаника Харальду Годфри Лоу апрель 1912 года». Ничего себе! Я стал расспрашивать отца, и он рассказал мне эту историю. Каким был твой отец? Он был человеком сильной воли, высоких идеалов, принципиальным и энергичным. Он родился в Бармуте, в западном Уэльсе. Его с детства интересовали корабли. Когда ему исполнилось 14, его отец захотел, чтобы он учился торговому ремеслу в Ливерпуле. Но Харальд Годфри Лоу не желал этого. Ночью он сбежал из дома. Нанялся на каботажное судно и так начал постигать морское дело. По служебной лестнице поднимался сам без протекции и заработал репутацию, когда ему удалось несколько раз с успехом выйти из серьезных переделок. Они закалили его, и в возрасте 28 лет его взяли на Титане, где в ту роковую ночь он показал свой характер. Рассказывал ли твой отец о гибели Титаника? Да, но очень неохотно. Ему было неприятно, когда кто-то вспоминал об этом. Думаю, что он не хотел вспоминать о том, что пережил тогда. После того, как удалось защитить шлюпку номер 14 от тех, кто пытался прыгнуть в нее, Харальд Лоу сосредоточился на спасении людей. Когда судно пошло ко дну, и из воды стали доноситься крики, он подумал, что нужно вернуться и попытаться спасти кого-то, но как? Он сказал, не думаю, что нас засосет. Я готов вернуться и рискнуть. А вы? Думаю, что те, кто был в шлюпке, не горели желанием вернуться. В воде было слишком много людей, и вернись они в тот момент, шлюпка была бы переполнена. Для того, чтобы вернуться за выжившими, Лоу нужно было разгрузить шлюпку. Ему удалось собрать несколько шлюпок в небольшую флотилию. Он связал шлюпки вместе и пересадил своих пассажиров на свободные места в других шлюпках, чтобы вернуться за теми, кто в воде. Помните фильм Джеймса Камерона? Там на носу шлюпки молодой человек размахивает фонарем и спрашивает, есть ли кто живой? Вот это мой дед. В ту ночь вода была очень холодной. Попав в нее, люди практически сразу погибали от гипотермии, переохлаждения. Пока Лоу разгружал свою шлюпку, крики становились все тише, и ему удалось спасти всего несколько человек, отчаянно боровшихся за свою жизнь. Он вытащил из воды трех или четырех человек, один из которых либо был ранен, либо слишком долго пробыл в воде и, увы, вскоре скончался. Остальные выжили, а другим Лоу уже не успел помочь. Он всегда говорил, что ждал столько, сколько мог того момента, когда стало безопасно подплыть к утопающим. Если бы он кинулся спасать их раньше, те 40 человек, которые были в его шлюпке, наверняка бы погибли, что увеличило бы количество жертв еще на 40 человек. Он принял рискованное решение. Очень непростое, но у него все получилось. Он заявлял, что ему пришлось слишком долго ждать, и он мог бы быстрее вернуться к утопающим. Похоже, он до конца жизни жалел, что не смог сделать этого. Из 18 шлюпок, спущенных на воду, шлюпка Лоу и еще одна были единственными, которые вернулись подбирать оказавшихся в воде. Он также взял на буксир складные лодки А и Д и довел их до Карпатии. В итоге было спасено 705 человек. СПУСКИ К ОБЛОМКОМ ТИТАНИКА позволили поднять на поверхность тысячи предметов. Какие-то из них легко опознать, но чтобы установить принадлежность некоторых мелких вещей, требуется знание криминалистов. у этой сумочки было две ручки. Ее кожа, как видите, сильно пострадала и местами утрачена, но она все еще узнаваема. Кожа аллигатора очень прочная, и она неплохо пережила долгие годы под водой. В 2000 году была найдена эта сумочка из аллигаторовой кожи. Исследователей заинтересовал ее хозяин. Ответ они нашли внутри сумочки. После 88-летнего пребывания на дне океана сумочка из кожи аллигатора отправилась на секретный склад. Ее консервацию проводил эксперт Дэвид Галуша. Когда предмет лежит на дне океана, это довольно щадящая среда. Глубина 3800 метров. Там темно, мало кислорода, нет течений. Мы его достаем и на поверхности его ждет кислородный шок. Мы заносим предмет в каталог, фотографируем его и вновь помещаем его в морскую воду. Он остается там до начала консервации. Консервация это помещение объекта в среду, в которой он не будет разрушаться, схожую с той, в которой он пребывал. Сначала мы удалили соль из этого объекта, который он напитался на Титанике. К счастью, шкура аллигатора очень крепкая, а танины, которыми она была пропитана, сохранили содержимое сумочки и выделили немного танинного масла, которое сделало кожу снова мягкой. Известный эксперт по консервации вещей из Титаника Алекс Клингерхофер считает, что у каждой вещи есть своя история. Если вы посмотрите на поднятые вещи и сможете по ним узнать их владельца, вы многое узнаете о нем самом. Что побудило его отправиться в путь, о чем он думал, мечтал, в той жизни, которой лишился. В сумочке из аллигаторовой кожи были найдены бумаги. Мы очень рады, что бумага уцелела. Тогда бумагу делали из тряпья. Она была лучшего качества. кожаная сумочка защитила бумаги, находившейся в ней, от атак бактерий и микробов со дна океана. Судя по тому, что мы сумели разобрать, почерк был просто прекрасный. Найденные документы заставили исследователи предположить, что хозяйкой сумочки была англичанка, решившая начать жизнь сначала. Ее звали Мариан Минуэлл. Мариан Минуэлл была интересной личностью. В ее сумочке из аллигаторовой кожи хранилась вся ее семейная переписка. Вот рекомендательное письмо от Уиллер и сыновья, где говорится, что она добропорядочный арендатор. В викторианской и эдвардианской Англии одинокой женщине просто необходимо было иметь такие письма, подтверждающие, что она достойный член общества. Она знала, что в эмиграции ей пригодятся документы, подтверждающие, что она порядочная женщина, и хранила их в сумочке из аллигаторовой кожи. Мариан Минуэлл была 63 года. Она была мадиска и портниха из Йоркшира. Ее дочь Маргарет вышла замуж за акробата, и они переехали в Нью-Йорк. У них было двое детей, но муж в апреле 1911 года умер от последствий пневмонии. Тогда Маргарет решила перевезти в Нью-Йорк и мать, чтобы та присматривала за детьми, пока она работала. Вот одна из ее маленьких сумочек. Думаю, она сшила ее сама, ведь она умела обращаться с иглой. В ней тоже были какие-то бумаги. Марьян продала свои вещи с аукциона и на полученные деньги купила билет на Маджестик, судно Уайт Старлайн до Нью-Йорка. Но забастовка угольщиков в 1912 году навсегда изменила ее судьбу. 1 марта почти миллион шахтеров-угольщиков не вышли на работу. Это парализовало английскую экономику на целых 37 дней. Забастовка закончилась 6 апреля, но ее последствия нельзя было быстро ликвидировать. По роковому стечению обстоятельств ее билет на Маджестик был аннулирован. Видите, название судна зачеркнуто, и ей пришлось плыть на Титанике. Она погибла вместе с судном. Среди спасенных ее не оказалось. Многие из нас не знают об этой трагедии. Пассажиры были очень рады, что их пересаживают на судно классом повыше, на настоящий плавучий дворец. И многие из них, увы, не выжили в этой катастрофе. Каждая вещь, поднятая с Титаника, имеет свою историю. А вот и первый гудок. На фирме братьев Калленберг в Тул-Риверс, штат Висконсин, гудки были тщательно осмотрены на предмет повреждений. Нужно было убедиться, что в них не осталось грязи, которая при подаче давления могла бы повредить корпус гудка. Они были просто забиты донными отложениями. Чистка стала первым шагом. Мы делали ее осторожно, чтобы не повредить эти бесценные предметы. Мы работали с каждым гудком индивидуально. У них довольно сложные механизмы для воспроизведения звука. Если включить их вместе, вы не поняли бы, который из них фальшивит. Сначала мы подали небольшое давление. При таком давлении грязь, которая еще могла остаться внутри, не повредила бы гудок. Ух ты! Все, пока хватит. Оттуда все еще летит грязь. Главное было не повредить гудки. Мы все носили наушники, иначе бы оглохли от этих звуков. Слышал, да? Хоть я и был в наушниках, у меня в ушах целый день стоял звон. Давай, давай! Это все равно, что дуть в пустую бутылку. в гудках нет подвижных частей. Это музыкальные инструменты, чистая физика. Мне позволили потянуть рычаг. По-моему, это был главный гудок. Все гудки были возвращены в рабочее состояние. Теперь можно было послушать, как они звучат все вместе. Все, кто были в комнате, понимали уникальность этого момента. Этот гораздо больше остальных. Да. Они впервые с 1912 года зазвучали вместе. Мы были первыми, кто это услышал. Давай. Очень волнительный для меня момент. Я подумал, это же голос Титаника. Мощный звук. Вроде громко, да? Когда мы подали нормальное давление, мы буквально почувствовали звуковую волну, которая просто толкала нас. звук. 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 с прошлого. Будто бы корабль рыдал в голос. Затем звук стал стихать и оборвался. Это был плач, донесшийся до нас из 1912 года. Это незабываемо. Можно мне попробовать? Да, конечно. Когда стало ясно, что опасности нет, они получили гудки назад. Через пару месяцев все было готово для того, чтобы они звучали в Сент-Поле. Харольд Лоу, командовавший шлюпкой номер 14, тянул на буксире складную шлюпку Д. Около 7 часов утра они подошли к спасательному судну Карпатия. Многие свидетели рассказывали о нем как об образцовом британском реке, этаком бульдоге, молодом человеке, действовавшем спасенные пассажиры чествовали его как героя. Когда он прогуливался по палубе, к нему подошел один из спасенных им пассажиров из первого класса. Он сказал «Спасибо за то, что спасли мне жизнь. Хочу подарить вам что-нибудь на память. У меня есть золотые саверены. В Америке они мне не понадобятся. Возьмите один на память». Рене Харрис очень уважала Лоу. Она была в складной шлюпке «Д», одной из последних, которые удалось спустить. Рене Харрис была пассажиркой первого класса из Нью-Йорка. Она первая в США женщина театральный продюсер. На пару со своим мужем Генри Харрисом она владела несколькими театрами в Нью-Йорке и путешествовала по миру, совмещая работу и отдых. В тот день она упала с трапа и сломала руку и очень беспокоилась о судьбе любимого мужа, оставшегося на борту. Думаю, ее физические и эмоциональные силы были на пределе. Она видела, как вел себя Лоу в ту ночь и считала его образцом настоящего героя-моряка. На Карпатии она захотела увидеться с Харральдом Лоу, чтобы выразить ему признательность за его действия в ту ночь. С собой у нее денег не было, но по прибытию в Нью-Йорк она пообещала подарить ему крупную сумму. Лоу наотрез отказался принимать деньги, сказав, что лишь выполнял свой долг. Мой дед был очень скромным человеком. Он стеснялся того, что его считали героем, избегал подобного внимания, просто исполняя свою работу. Но Рене Харрис проявила настойчивость. Когда Карпатия со спасенными прибыла в Нью-Йорк, она организовала еще одну встречу с Лоу. Она снова настаивала на том, что должна сделать ему ценный подарок. Лоу снова отказался, сказав, что лишь исполнял свой долг, отдавал приказы, что это мог сделать любой. Но он явно недооценил настойчивость Рене. Харрис Новость о судьбе Титаника быстро распространилась по миру. Члены семей ожидали узнать, что стало с их близкими, оказавшимся на борту. Оказалось, что в Англии есть города, значительная часть жителей которых была на Титанике. 724 жителя Саутгемптона и его окрестностей были членами его команда. Из них выжило лишь 175. После этой трагедии пятый помощник капитана Харальд Лоу вернулся домой в небольшой приморский город Бармут в Уэльсе. Когда Лоу вернулся в его родном городе, его встретили как герои, и горожане начали сбор средств на ценный подарок для него. 21 июня 1912 жители Бармута собрались в городском театре, чтобы чествовать своего героя Харальда Лоу. Театр был переполнен, забит до отказу. Люди жаждали увидеть своего героя. Вот список всех, кто пожертвовал деньги на подарок Харальду Годфри Лоу, моему деду, пятому помощнику капитана Титаника. Вот здесь перечислены все жители Бармута, участвовавшие в сборе средств на ценный подарок золотые часы с цепочкой. Мне выпала великая честь вручить вам эти золотые часы как символ восхищения, который испытывают многие жители Бармута по отношению к вам. Мы гордимся вами. Каждый раз, когда вы будете глядеть на эти часы и слышать их тиканье, помните, что вы в наших сердцах. Вот часы, которые были подарены моему деду. Прекрасный хронометр подарок Гаральду Годфри Лоу, пятому помощнику капитана Титаника, от жителей Бармута и друзей. Лоу участвовали не только в Бармуте. Рене Харрис в тот вечер также прислала своему герою символ признательности. Кроме этих золотых часов с цепочкой, я имею честь вручить от имени миссис Генри Харрис из Нью-Йорка этот прекрасный набор навигационных инструментов, которые, как я понимаю, имеют немалую ценность. Ваша храбрость и образцовое поведение снискали уважение по обе стороны Атлантики. Показывали хронику, оркестр сыграл псалом, затем последовали речи и Харальда Лоу попросили выступить с ответным словом. Он говорил, по-моему, лаконично, начав с обязательных слов благодарности оргкомитету и всем собравшимся, когда он заговорил о Аароне Харрис. Эмоции настолько переполнили его, что он был вынужден прервать свою речь и он не смог ее продолжить. Ему подарили секстант подзорную трубу и бинокль. Этот бинокль сейчас у меня, я с гордостью храню его. Остальные инструменты хранятся в его доме в Дигенви в Уэльсе. В доме Гарольда Лоу проживает другой его внук, двоюродный брат Годфри отставной моряк Джон Лоу. Это рисунок моего деда пароход Седрик. Названия всех судов White Star Line заканчивались на ИК. И он шутил, что от них у него уже икота. Харральд вышел в отставку в 1931 году. Он прожил в этом доме в Уэльсе с женой и двумя детьми до самой смерти в 1944 году. Ему нравилось жить здесь среди кораблей. Его тут все знали. Называли Титаник Лоу. А после трагедии Харральд Лоу поддерживал связь с некоторыми из тех, кого спас той ночью. Это адресная книга. Тут написано «Миссис Харрис», театр Хадсон, Нью-Йорк, США. А вот инструменты, которые подарила миссис Харрис. Это секстант. Шкала серебряная, деления сделаны травлением. Может, он брал его в плавание. Я, например, брал, пользовался им. Подзорная труба Харральда Лоу настоящему герою Титаника от миссис Генри Харрис с огромной благодарностью. Нью-Йорк, апрель 1912 года. Мог бы ли он кого-то еще спасти, этого мы не знаем. Но он той ночью принял единственно правильное решение. Он поступил исключительно мужественно. Я горжусь тем, что во мне течет его кровь. Очень бы хотелось вновь увидеть его. Это было бы здорово. Когда прошел слух о том, что в Сент-Поле загудят гудки, те, кто интересуется историей Титаника, засобирались в дорогу. Где-то в середине 1970-х моя мать рассказала мне о великолепном судне Титаник, которое столкнулось с айсбергом и затонуло, унеся с собой множество жизней. Это был очень красивый корабль. Конечно, я заинтересовался этой историей. В 1999 году мы узнали, что в Сент-Поле будет выставка вещей с Титаника. Со мной туда отправилась вся семья, жена и двое наших мальчиков. Разумеется, мы прихватили видеокамеру. Спасибо за посещение. Это было что-то. Собралась огромная толпа народу. Все улицы были запружены. Я должен был сказать речь. Я сказал несколько слов, но хорошей речи не получилось. Сегодня, когда мы услышим голос давно погибшего корабля, мы вспомним о героях и невинных жертвах трагедии, произошедшей той страшной ночью. Я очень нервничал. Не было видно конца этому людскому морю, выплеснувшемуся в центр города. От волнения у меня в голове осталась единственная мысль «Хватит ли нам воздуха?» Я был в метрах 15 от гудков. Обратного отчета не было. И они просто сказали «Давай!» И гудки загудели. Реакцией был рев толпы. И настала тишина, когда люди поняли, что это голос Титаника. Голос из прошлого, внезапно оживший голос. Это было мощно. Гораздо мощнее, чем когда мы включали их в помещение. У нас было гораздо больше воздуха. И на улице они звучали по-другому. Совсем не так, как при тестировании. Еще раз! Еще! Всем хотелось еще. Шесть, пять, четыре, три, два, один! В этот раз они гудели гораздо дольше. Публика кричала и аплодировала. В Сент-Поле меня поразил не звук гудков, а реакция людей на это. Это что, в память? Момент был и радостный, и грустный. Те, кто погибли в ту ночь, тоже слышали этот звук перед тем, как корабль ушел под воду. Вы видели это в фильмах, а теперь увидели в реальной жизни. Это как возвращение домой. Это было как путешествие во времени. Я до сих пор не могу поверить, что это случилось. Это очень много значило. Мы стали частью новой истории Титаника. Да? Тогда в Сент-Поле гудки гудели в последний раз. Боясь за их сохранность, было решено больше их не включать. Но в этот славный день голос Титаника пробудил воображение тысяч людей. Таран Стефанос на секретном заводе в Атланте вот-вот увидит вещи, которые всегда мечтал увидеть. О, Боже! Интересно, знает ли Тарн откуда эти вещи? Как вы думаете, что это? Думаю, что это фрагмент камина из курительного салона первого класса. Верно. Пожалуй, это было одно из самых красивых помещений на судне, полностью разрушенное, когда корабль переломился пополам. Мы видим прекрасную резьбу по камню, но это и символ разрушения. Камин был полностью уничтожен, когда корпус переломился, но, судя по фрагменту, он был очень красивый. Он как растоптанный цветок. В нем есть и красота, и ужас одновременно. Очень поэтично и трогательно сказано. Я и не надеялся увидеть это своими глазами. Потрясающе. А это похоже на фрагмент главной лестницы. Да, у нас еще есть плитка и хрусталь, но это все, что осталось от главной лестницы. Она была полностью уничтожена, потому что корабль переломился пополам, как раз в этом месте, и обломки пошли ко дну. Я вижу фрагменты двух самых великолепных сооружений, из тех, что были на рту судна. Они дошли до нас, хотя сами сооружения были полностью уничтожены. Я будто бы сам перенесся в курительный салон и на большую лестницу стал одним из тех, кто бывал в этих частях судна. Очень необычное чувство. Как звук гудков тает на ветру, так и история Титаника все дальше отстоит от нас во времени. Через две недели после интервью Джон Лоу скончался в кругу близких. Но сохранились его слова, его воспоминания, как и воспоминания тех, чью жизнь изменил Титаник. Сохранились вещи с Титаника, бережно, подняты и законсервированные. В этом смысле Титаник продолжает свой путь. Программа подготовлена к показу компании СДА Медиа в 2019 году. Перевод Сергея Антонова. Текст считал Сергей Казаков. Продолжение следует...